Девушки отдыхают Нет, не по прикину Клаш, здрасьте, привет Нашла что-то? Да вот запомку красиво кто-то потерял Хозяин расстроился, наверное Красиво А ты объявление на подъездах развесь Кому надо, прочту И правда, спасибо Оставайся! Оставайся! Стоюсь, что вы не спите? Так, ну что опять такое? Комарыш в комнату Я велосипед задела А ты если не можешь писаться, ты убери Сколько сейчас? Пол восьмого Это за все Я еще целых два часа могла спать Да поди спи Что ж такое? Каждый угол То одно, то другое Пол восьмого Ты же знаешь, что у меня график же Так, ну-ка, тихо Мало того, что мы друг у друга на голове А так еще и с дворничкой Ты сама приехала И приехала Так я же думала, что ты за ночь свалишь Кто тебя возьмет? Кому-то нужно Тридцать три несчастья Так, если вы встали Вы идете умываться Давай сюда Хочешь, может, вам кто-то прийти Медийный запуток Ай, я на спину попала Слушайте, дождите Глаша работает Ну-ка, быстро Сдаюсь Быстро, быстро в комнату Быстро в комнату Даня Ваня, кто ставил таз ухода? Папа, тихо, мерьзину свою, а? Я скоро отвечать начну Ну чего ты, дочь? Ну чего? Я всю жизнь здесь живу, а она нет У меня сейчас нервы не в порядке А по-моему, с катушек слетела Жанночка твоя На людей бросается уже Беременная она Чего? Три месяца уже Нет, я вас поздравляю А как мы здесь разместимся в шестером? Вот Вот я поговорить и пришлу дочь Может, ты сходишь к этой вашей К нашей Председательнице ТСЖ? К Палагиной? Да Зачем? Ты на заочные привелась? Ты два года уже дворником работаешь? Пусть дадут квартиру Папа, они дадут квартиру, но через пять лет Я два года отработала, мне осталось три Ты же знаешь Ну Пусть служебную коморку дадут Тебе начальница обещала Обещанного помнишь, сколько ждут? Те же три года Так надо понастойчивее быть Надо быть понастырнее Хорошо, пап, я буду в понастырне Доча А ты можешь побыстрее? А ты совсем? Доброе утро, Ирина Семеновна, можно? Господи, кому как Ну что? Я с вами поговорить хотела Слушаю Я по поводу временного жилья Помните, вы мне обещали? Кому? Когда? Ну как же, вы мне обещали Служебная коморка во втором корпусе В полуподвале Мы постановили на общем собрании Отремонтировать ее и перевести в жилой фонд Все проголосовали, помните? Ну, там так и есть, ремонт Мастера работают Отремонтируют, ну и въедешь А давайте мы сейчас с вами туда сходим Посмотрим, как там все Просто, может быть, я вообще сама этот ремонт закончу Мне просто очень срочно надо Слушай, Назара, вот ты приходишь неизвестно зачем А у тебя, между прочим, мусор в кучу Бумага с пластиком перемешку Так у нас нет сортировочных баков А ты добейся И у тебя там на забору морду какую-то нарисовали, а? Делом займись А то приходите только для того, чтобы что-нибудь себе урвать Если вам не нравится, как я работаю, я могу уволиться Сделай одолжение, испугала Понятно Ладно, тогда вот возьмите Я сегодня нашла во время уборки Кто-то потерял В объявлении укажу, чтобы к вам обращались Всего хорошего Вкусный чизкейк? Конечно вкусный Толя купил, чтобы я растолстела, наверное Ой, глупости, говоришь? Да не глупости Я вот растолстею, а у него будет отмазка Почему изменил? Кто тебе изменил-то? Не изменил, значит изменил Что думаешь у него там этот модный бизнес? Манекенщицы, показы, заказы Какой мужик устоит? Не, Толик не такой, я точно знаю Вот он как запал на тебя в первом классе, вот так и любит Ну, конечно Все они не такие до поры до времени Но бдительность терять не нужно, поняла? Ой, ладно Что про меня, да про меня Как у тебя дела, расскажи Представляешь, Жанка третьего ждет Они что, с ума что разошли? У вас и так там теремок Да то еще один братик будет или сестричка А, ну это да, это ты везучая Ой, пора мне от них съезжать Я тут к Палагиной заходила, помнишь, она мне коморку обещала? Ну да, я же голосовала даже Ну так вот, она что-то темнит, мне кажется, она сама виды имеет на это жилье Так давай, не стучи Нет, я ей уже сказала, что увольняюсь Спасибо, еще и без работы теперь Давай к нам, Наська, в лагере, что? Не, не, я буду искать варианты так, чтобы сразу со служебным жильем Ну да Слушай, кстати, есть один вариант, причем гениальный Я ходила на массаж Слышала разговор Массажистка с проживанием, что ли? Ты не смейся, ты послушай сначала В общем, в городской ОВД нужен человечек, дежурная часть На телефончике сидеть И меня возьмут? Почему нет? Юридического образования там не нужно Главное, чисто документы и желания А еще там есть классный бонус Какой? Ну, контингент там мужской, так что... Боже мой Мы дадим тебя замуж наконец-то! Ань, прекрати, ты наши новости смотришь? Ну? Про мужчин и женщин в Тишилове, знаешь, по статистике? Ну? Окей, на троих мужчин, четыре женщин, а дальше что? Дальше, дальше прибавь мою внешность и везучесть Нормальная у тебя внешность, сто раз говорила Слушай, я реалистка Вот мне ребенка и на том спасибо Ну с этим мы потом разберемся Сейчас для тебя наиболее актуально Что? Жилье, правильно? Те, кто работает в полиции Им дают место в общаге Общага в центре На Румянцево Потом квартира Опа! А что ты мне раньше не сказала? Не знаю, не подумала как-то Нет, хотя Когда про ОВД услышала Так я думаю А вот если Глажка у нас будет работать в полиции Может быть, Толик уже постережется, блин? Чего? Чувачу Налево ходить! Здрасте, я на тестировании Да Хорошо Если ты сама не скажешь Я допросу Да, видели, есть свидетели Иначе буду проводить допрос Мевушка, вы что-то потеряли? Я на тестировании В списке есть? Назарова Ну что, Назарова, давайте документы Вы же не к себе домой пришли? Может здесь и будет мой дом В каком-то смысле В вероятном пока что Кстати, личный разговор по служебному телефону На режимном объекте Недопустимый Куда идти знаете? Не знаю Прямо идете, потом налево будет Вы на тестировали? Да Документы в порядке? Врачебную комиссию прошли? Да, и проверку на физподготовку тоже 118 баллов Впечатляет Учись, Калита Что? Что Калита? Да ничего Слышал, край муха Как-то вместо себя на тренировке пиво засылал Спортивный разряд тоже пивзаводу присвоил Отметил? Так точно Начальник! 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 Вы мне фотоаппарат верните! Вообще-то это моя личная вещь И рабочий инструмент Вы слышите, вам сказали ждать Что вы устроили тут? Занька, ну, видишь, ты тут еще? Ну, конечно Ну, и я тебя Эй, ты задачу про два шрифта решила? Какой ответ? Семнадцать Спасибо Ваша фамилия? Прохоров Извините, это я спросила Фамилия? Назарова Мне просто здесь кое-что непонятно было Я спросила Кандидат Назарова Тест закрыть И покиньте класс Что успели, то успели Послушайте, это... А вы не нарушайте порядка тестирования Кандидат Назарова Погоди Даже имени твоего не спросила А, я Глафира Глаша А я Илья Очень приятно И мне Ну что, написал тест? Да я-то написал Ты из-за меня пострадала Да я вообще не пострадала Я на все вопросы ответила Еще до того, как психолог застукал Так что все нормально Гора с плечи А ты в какой отдел? В оперативной? Угадала Понимаешь, юридический колледж закончил Потом земельными кадастрами занимался Плазит нормально, но скука смертная В общем, решил перейти на более живую работу Буду бандитов ловить О, романтика Типа того Ты тоже в опера? Да нет, мне образования не хватает Я в дежурный отдел пока Жаль А я тебя еще на физподготовке приметил 118 баллов, круто Так у тебя аж 160 Ну я же мужчина Слушай, мне сейчас бежать пора Увидимся? Ну если зачислят, то увидимся Обязательно зачислят Такого-то бойца Ладно, пока Пока Еще раз спасибо Алло, Ань, привет Да, написала, написала Слушай, а ты была права Здесь действительно очень интересное место Глаш, а ты нам прорезешь пистолет с полицией? Безответственным людям, которые сестер медведями пугают Пистолеты не выдают А мигалки выдают? Про мигалки узнаю Понятно Дочь, ты это, серьезно, в полицию Из тессажи ушла, да? Серьезно ушла Что же я родную дочь С собственного дома выжил, что ли? Перестань, пап Ты же понимаешь, что что-то решать надо было Навались Правда, решать надо было что-то Давай, 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 еще А у нас, Жанночка, когда Ну, когда маленький появится Мы заявление напишем на субсидию Ну, чтоб жилплощадь Вот Ой, завел прощальную песню Да к тому моменту, как я рожу Глашка уже 20 раз домой вернется Что-нибудь произойдет Не произойдет, не переживай Все, пока Пойдем Дочь Ну, я русским языком тебе говорю Ну, не могу я тебя заселить, а Ну, куда я вас заселю, посмотрите В парилку, что ли Ну, у нас трубу прорвало Вон, три этажа в кипятке Быстрее давайте, что ли Быстрее давай Что у нас не заселение, у нас расселение Так, а мне что делать, у меня направление Здесь, здесь, здесь Ну, твоим направлением трубу не заткнешь Ну, ты перекантуешь, что ли, где-нибудь Я уже начальству ВВД позвонила, а Ну, потом вот ликвидируем аварию И хоть давай заселяйте с направлением Без направления Быстрее давайте, все, что ли Товарищ подполковник, да железно Не нужен мне напарник Ну, тем более напарница Ну, как-то я тянул всегда все смены сам И дальше смогу Ну, зачем мне в дежурке здесь какая-то пигалица Да, я понял Есть выполнять Виновата Здрасте А я и есть та самая пигалица Стажер Глафира Назарова Старший оперативный дежурный Иван Калита Для несведущих справка Жил когда-то царь такой на Руси Иван Калита Не царь такой был, а князь Великий Московский В 14 веке жил Тем более Назарова А посему знай В гневе я страшен Отсюда вывод Какой? Не знаешь, а я тебе скажу какой Под ногами у меня не путаться В личные дела мои Не соваться И самое главное Выполнять то, что сказано Учла Только вы Полуцарство я у вас Великий Государь Оттяпаю И на этом диванчике буду Ночевать Пока в общежитии ремонт Так что предлагаю дружить С чем пельмени у вас? С майонезом Угощайся Рад вам познакомиться Давай, четыре Лаша Привет Привет Я же говорил, встретимся еще Значит, теперь стажеры Но ты рад? Более чем Представляешь, кому меня определили? К майору Буянову Ну, я не знаю Ты что, он тут самый крутой опер Считай, легенды Весьму меня научат Сейчас вот поедем с ним На экскурсию по злачным местам Угу Ты-то как? Да пока скучновато Всего два звонка за все дежурство И на те Калита сам ответил Калита это твой напарник? Угу С чем, товарищ майор? Встречал Колоритную личность Мне кажется, я ему мешаю У него личная жизнь И я маячу Назарова Тебя как за смертью посылать? Прохоров, едем Едем Товарищ майор Разрешите обратиться? Ну Разрешите взять еще с собой Одного стажера А именно Глафира Назарова 118 баллов Что ж, я не против Если куратор отпустит Конечно отпустит, да? Да Спасибо Чего только не насмотришься Вечер пятницы и суббот Особенно интересны А в другие дни? По-разному Вам бы, конечно, с реальной Патрульной постовой службы поездить Тебе для знакомства С будущим контингентом, так сказать А ваша, Глафира, дежурка С ППС вообще плотно завязана Много запутанных дел попадается Бывает Ну, а большинство бытовухой Квартирные кражи Так что Романтики не ждите Не очень-то и хотелось Ну и смотрите, чтобы от рутины Глаз не замылился Чтобы сложное дело не пропустить Мы-то не пропустим Тут место преступления? Было Два месяца назад Пьяная драка С тяжкими телесными Дело почти в суде А мы здесь зачем? Следователь попросил Есть разногласия в протоколах Надо ликвидировать Понятно Ну, здешний пруд Самое криминальное место в Тишилове Если тебя это утешит Постоянно по сводкам проходит То тут драки То кого-то ограбили То кто-то утонул А если нужно от тел избавиться Идите сюда Что? Там, кажется, лежит кто-то Ну, вот уже не кто-то, а что-то Ну, Назарова, ты везучая Только в поле вышло Уже труп Калитая, это Буянов Ты как? Все нормально Личность уже установили Хромцов Олег Палыч Владелец небольшой строительной фирмы Так быстро установили? Так у него в пюджаке документы Размокли, правда? И по сводкам убитый проходил Как без вести пропавший Почему убитый? Может, это был несчастный случай? Такой несчастный, что полглавы снесло Медэксперты говорят Удар сзади Твердым предметом Заостренным концом Может быть, лопатой его огрели? Вот и как Алексей Трофимович У нас есть уже рабочая версия Какой быстрый? Это не кино А все-таки? Пока ясно одно Хромцова убили в другом месте Впрут бросали уже Мерклова Это потому, что у него в легких нет воды? Это потому, что он одет Как на светское мероприятие Не в плавке На костюме следы строительной краски А еще какие-нибудь зацепки есть? На сорочке нету одной запонки Но она-то могла Где угодно выпустить в том же пруду Стойте А Простите, у вас есть эта запонка? Можно посмотреть Руками не лапать, вещдок Алексей Трофимович Мы должны срочно ехать на мою бывшую работу Это срочно Я сейчас по дороге все объясню Поехали Нет, какова эта наглость, а? Ты, Назарова, хоть понимаешь Что ты своим увольнением Без ножа мне зарезала? Мы остались без нормального дворника Я на ушах стою А ты являешься толпой С какими-то дикими претензиями Майор Буянов Никаких претензий Потому что мы хотим спросить про запонку Которую нашла эта девушка Да, помните, я вам ее оставила в тот день Когда увольнялась Оставляла Она чуть где-то здесь валяется За ней никто не обращался Посмотреть можно? Сейчас я найду ее Вот она, смотрите Это не ту В смысле? Подождите, но это правда не та Ну у меня здесь нет никакой коллекции Какую принесла, такая и есть Нет, стоп Принесла я вам самолетик А это какой-то штурвал Вы знаете, что это была другая Самолетик, штурвал? Ты думаешь, я не понимаю, почему ты сюда явилась, а? В полицию ишь она устроилась Власть почувствовала? Подгадить мне хочешь За то, что я тебе жилье не выделила? Вы чего не скажете вообще? Какое жилье сейчас решили? Как ясно, произошла ошибка Да надо, не можешь Какая ошибка? Простите за беспокойство Стажер Назаров, выше носа Ну не получилось по горячим следам И что? Если бы я в каждый раз в такой ситуации скисал Я не по-тамуру Она же считает, что я нарочно из мести это все выдумала Вы тоже ей верите? Не говори глупостей А может у тебя просто фотографическая память хромает? Вот и перепутала Для оперативника хорошая память – главнейший инструмент Представляешь, у меня история была Как-то встречаясь с тобой Нет, вы конечно извините, но я уверена, что там был самолетик Вот я закрываю глаза, я вижу самолетик у себя Упертая Впрочем, для нашей работы это неплохо Да, я чуть не забыл Звонил Калита Просил передать в общежитие аварийной работы на две недели Сказал, чтобы искал, где пожить Или возвращалась по прописке Депруха Ладно, нормально Разрулю Все-все-все-все Мальчики, смотрите, папа Привет, войны Папа набрал нам арбуз Так, все, пошли домой, если мокрые Субтитры сделал DimaTorzok Так, я не понял, а где дежурный? Это что за фокус? Ротоподъем Мы почему спим на посту? Сегодня же не моя смена, я просто ночую Дежурный, наверное, в вооружение ушел Вот тебе доброе утро А ты же вчера сказала, что с жильем разрулишь Ну вот я и разрулила, здесь диван удобный Раз уж разбудили, хочешь с нами вместо зарядки? Хочу, а куда? К дому назимого Поехали Только умоюсь, ладно? Короче, дом назимого, старая развалюха Вымороченное имущество Хозяин, пенсионер умер, наследников нет Законный участок с домом Отошел в город, а там собирались меня отель построить А тут откуда ни возьмись, инициативная группа Нарисовалась Типа этот дом, историческая ценность А это правда? Да Директор краеведческого музея Чижов что-то такое в архивах откопал А теперь активисты во все трубы трубят Митинги устраивают, петиции рассылают В общем, пока этот объект законсервирован Может, оно и хорошо? Может, но у полиции головной боли больше Это преступление! А вы главный молодой человек Вы, 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 вы виноваты во всем Вском и суд своими руками Историю уничтожайте, безобразие, как уж это такое Успокойтесь, граждане Центральная ВД Что происходит? Чудкова Нищенко Товарищ майор, заммэра по строительству Рожкова Отдала приказ о сносе дома А народ узнал, и вот Она специально приказала с утра аппарат слисти Пока все спят И комитет по культуре ей не указ Но мы не даем Какие же эти сглазы выгодны? Миши, граждане, успокойтесь Снос прекратить Сейчас съездим в мэрию, во всем разберемся Я так и знала, я так и знала Поздравляю! Вы меня тоже поймите Подтверждение культурной ценности дома до сих пор не получено А как же доказательства чужого? Эксперты вот-вот опровергнут его псевдоисторические бумажки А мы ждать не можем Сроки строительства летят Городской бюджет деньги теряет А если кажется, что дом правда исторический? А если там кто-то пострадает? Пустующий дом Лакомый кусок для криминальных элементов Вам ли не знать? Замок там хлипкий Денег на охрану не предусмотрено Да и сигналы от жителей стали поступать Что, мол, нетрезвые компании Шумят А там и до Притона недалеко Полиция-то нужно? Конечно, не нужно Но и сносить дом до окончательного решения комиссии Тоже не дело Есть предложение Для всеобщего спокойствия Поселить пока в дом сотрудника полиции Он и посмотрит, и шпану отпугнят Кстати, это идея Вот наш сотрудник Назарова Подходящий человек Как угодно Это что, есть дом на Зимовах? Да Ужас какой Чего ужас-то? Не знаю, жутко как-то Ничего не жутко И что, ты будешь здесь жить? Да Прям одна с тобой Нетушки Спасибо, мне и дома как-то хорошо Не знаю Сейчас откроем Слушай, тебе не страшно будет? Да что страшно-то? Нет, конечно Трудно тебя кто-нибудь Давай, давай Давай быстрее, что ты увозишься Замок на такой хрики, как сказали Добро пожаловать Ты первая Гуаша, все хорошо? Да, Гуаш Точно хочешь здесь жить? Холупа-холупа, конечно Ты перестань, ты по сравнению с моей кухней Это просто хоромы Ну, прибраться надо чуток, да Ну да, совсем чуть-чуть Гуляться у него что? Слушай, а что ты там про этого опера рассказывала, который тебе эти хоромы организовал? А, он не опера, он стажер, как я Угу Стажер? Да Да? Я смотрела, у нас тут Кандидат в отцеребенк анализовался Так, прекрати Можешь помогать убираться? А, нет Я не сомневалась Ужас, как у каждого А, это мышь! Шучу Кажется, сегодня точно кто-то спать не будет А, хватит, ну! Здрасте Здрасте Звонок, просто не работает, вот я и А вы... Очижов, заведующий местного покровического музея и глава инициативной группы по спасению этого дома Очень приятно Ну, проходите Частенько прибрались Угу Может, чаю хотите? А, нет, спасибо, я на минутку Просто в полиции сказали, что вы поселили своего человека Вот, пришел посмотреть, что за человек так сказать, живет в этих исторических стенах Да, пожалуйста Может, вы про дом расскажете? Вам правда интересно? Ну, да Это на самом деле потрясающий дом Он сделан с середины девнадцатого века Здесь жил декабрист Назимов Между прочим, друг Лермонтова Ого Представляете, сколько здесь знаменитостей побывало А еще говорят, что это место действия Одно из мистических новелл графа Адуевского Мистических? Да А, вы не знаете Просто здесь по ночам, ну, во всем доме Особенно в подвале Слышны странные звуки Ну, вы не пугаетесь А откуда звуки? Не знаю Говорит, какая-то аномальная геомагнитная зона Просто мне рассказывал Назимов, что нужно просто привыкнуть и ничего не бояться Какой Назимов, декабрист? Да не, 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 нет, потомок Просто потомок Назимова, это мой тесть А, а почему тогда вы... Меня наследовали этот дом А как вас? Глафира. А, Глафира. Понимаете, Глафира, моя жена умерла давно, а отец скончался совсем недавно. И не написал никакого завещания. Ну, а мы с ним даже не могли подумать, что я не являюсь кровным родственником. А, и, соответственно, не имеете права на наследство. Ну, да. Вот были бы у нас дети, они бы всего наследовали. И тогда мы здесь сделали музей для города, а так достался бездушным людям. Ну, подождите, может, еще не все потеряно? Угу, не все. Вот здесь. Вот здесь висел ковер. Между прочим, это начало двадцатого века, ручное плетение. Не смогли снести дом, так разносят по кирпичкам. Я обещаю, что буду все здесь беречь. И вообще аккуратно здесь жить, честное слово. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Алло, Илья, привет. Я тебя разбудила? Прости, пожалуйста. Нет, нет, ничего не случилось. Просто ты не мог бы утром приехать? Нет, ничего страшного. Просто мне... Мне страшно. Угу. Реально не понимаю, чего ты тут испугалась? Ну, ты знаешь, какие скрипы и шорохи ужасные? Как будто в дом лезут. Откуда лезут? Не знаю. Со всех сторон. Чижов рассказал, аномальная зона? Вот поэтому тебя и глюкануло, что сказал. Мы же тут все осмотрели. Пейзаж. Да исторический, но мирный. Точно. Может, привидение под коврами? Ау, привидение? Или в шкафу? Эй, вы тут? Опа. А это что такое? Что за дверцы в каморке Папы Карло? Не знаю. Старичок-то был не прост. Какие покои себе оборудовал? Да, может, и не только себе. Смотри, в юар. В духе он. И с кем же он тут жил? Не знаю. Может, не он? Надо же. Надо же. А снаружи этой комнаты не видно. Видишь, окно заложено. А что? Куда это? Тебе идет? Серьезно? Вполне. Да, товарищ майор. Сейчас буду. запомни в оперативной работе важно легко переключаться вот мы с тобой не стали зацикливаться на запомнике в деле Крамцову это когда я запросы рассылал? да, и сразу новая зацепка появилась какая? оказывается строительная фирма, которую воздолгал наш убитый участвовала в городском конкурсе и выиграла тендер на строительство мене отеля кстати сказать того самого, который собирались возвести место дома на землю ничего себе слушай дальше второй претендент на тендер бизнесмен Жуков был этим очень недоволен говорят, они даже подрались с Крамцовым на праздничном приеме в мэрии а сейчас мы куда идем? госпожа Рожкова выясним обстоятельства у вас не одно, так другое ну да, на дне города вернее на вечернем банкете случилась некрасивая ситуация между конкурентами и застройщиками ну теперь-то что вспоминать Хромцов убит именно поэтому повод для ссоры вам известен? говорят, Жуков грубо прошелся насчет внешности Хромцова к слову, сам Жуков урод уродом Хромцов что-то ответил завязалась драка в общем, еле растащили что же Жукову так не понравилось во внешности Хромцова? не представляю и потом ясно же что истинная причина агрессии Жукова была в том что он проиграл тендер насколько мне известно фирма Жукова гораздо крупнее и портфолио у нее внушительнее почему же мэрия выбрала молодую фирму Хромцова? ну, во-первых нужно давать дорогу молодым не так ли? конечно а во-вторых дело не в фирме а в репутации владельца у Жукова в отличие от Хромцова скажем так у него не слишком чистая биография ты бери, бери еще я на новоселье у подруги испекла одно есть как-то скучно вкуснотища в общем так я тут развил бурную деятельность выяснил все про Жукова это который конкурент Хромцова? ну да выяснилось а у него была судимость б Жуков натуральный качок регулярно занимается боксом поэтому вырубить человека ему не составит труда и в он живет в том же районе где нашли труп Хромцова бинго надо брать сейчас даем я к шефу мужчина мужчина, вы куда? мужчина! кабинет майора Буянова где? а что вы хотели? показания дать по поводу убийства Хромцова Жуков моя фамилия слышали про такого? приехал и узнаю, что какой-то стажер салага с флетни про меня собирает это называется оперативно-розыскные мероприятия это называется ущерб деловой репутации прежде чем меня перед коллегами позорить можно было бы повесткой вызвать и лично вопросы задать согласен приношу извинения за моего стажера но раз приехали может быть поговорим неофициально затем и явился у вас имеется судимость? погашен 26-летней давности между прочим ваш стажер мог бы с хотя бы статьей поинтересоваться и какая статья? превышение самообороны гулял с девушкой в парке толпа пьяных отморозков окружила не учли что я боксер вот один из них до конца жизни и остался инвалидом а где вы были? когда Хромцова убивали в отпуске я был в деревне отец заболел и билеты и свидетели имеются проверяйте это наш стажер должен был проверить последний вопрос по поводу драки с Хромцовым про тендер что ли? да обидно было когда мы его потеряли но знаете я вам так скажу у нас и посерьезнее тендеры имеются зачем же тогда подрались? да подурость жались оба когда успели? заммэра Рожкова говорит что драка была в самом начале банкета Рожкова вы бы лучше к делам о ее присмотрелись чем бочку на меня катить поясните не буду себе дороже алло дежурный ПВД капитан Иванов стажер Назарова срочно прибыть на рабочее место учебная тревога да я поняла то есть так точно я бегу бегу-бегу а вы понимаете как мы в клуб ходили? шикарно гульнули сегодня спокойно может подтягивайся да пиццу закажем? стажер Назарова по учебной тревоге прибыла что делать надо оружие выдадут может или что? Заят перезвоню Назарова ты лунатик? какая тревога? какое оружие? о чем ты говоришь? так позвонили капитан Иванов учебная тревога говорит да у нас в туалет уже никаких учебных тревог не было нам и боевых тревог хватает так что не выдумывай а кто же меня вызвал тогда? у нас в ОВД много шутников поздравляю с боевым крещением вот такая служба давай марш домой спать весело у вас тут кто здесь? весело у вас тут Знаешь, как жалко, что нельзя к оперативникам? С ними реально интереснее, чем в дежурке. Я могу себе представить. Да ну тебе, я ж про дело говорю. Обидно из-за этой истории с запонкой. Блин, я могла помочь раскрытию убийства. Получилось, что только дура себя выставила. Как я могла штурвал с самолетиком перепутать, я не понимаю. Зато смотри, какую интересную работу я тебе нашла. Одни загадки. Ну да. Но страшного тоже хватает. Например, когда труп выловили. Или сегодня ночью. Слушай, Ань, как ты думаешь, кто мог вещи унести из этой комнаты? Когда до меня жила женщина, может быть, она? Тогда почему, когда она уезжала, она их бросила? Я не понимаю. Может, это Илья? Чего Илья? Вещи унес. Ну да. Он обнаружил эту коморку. Правильно? Правильно. Знал, что там эти шмотки. Ну да и все. Пришел с приятелем, и нанесли все. Ну зачем ему это нужно? Если бы пугать тебя. Ты же ему про аномальный зон сама напела. Разыграла. Угу. Да нет, бред какой-то. Да почему бред? Ты не представляешь, какие мужики иногда идиотским способом привлекают внимание женщин? Ну вот Толик этим раз вот все настроение. Анют, что с настроением сегодня? Ничего, все тоже. Ну что тоже? Толик, он же в командировке. В том-то и дело. Уехал и пропал. Ну что пропал, не звонит? Звонит. Говорит, что у него там какие-то проблемы, поэтому он задерживается. Я вот не чувствую, прям по разговору, что он врет. Клаш, ты можешь там в своем ОВД узнать, чем Толик в Семьозерске занимается? Ну нет. Во-первых, это другой город. Во-вторых, Толик не преступник. Нет, блин, Клаш, он преступник раз изменяет. Ну ты не представляешь, как не одинок. А один здесь одинок. Все, я попробую. Сядь, я попробую. Здрасте. Я вас слушаю. А у вас там на витрине запонки со штурвалом? А, да. Это комплект морской. В комплект входит две запонки, зажим для галстука. Эксклюзивный дизайн есть только в нашем магазине. А такие же, только с самолетиком у вас есть? Да, были. Закончились. К сожалению, поставки небольшие, но мы заказывали еще партию, но приехали со штурвалом. Тоже красивые. А когда пришла последняя партия, не помните? Могу точно сказать. Пятого июля. А что? Спасибо. Нет, ничего. Алло, Ань. Представляешь, Палагина обманула. Ну, я уволила с третьего, а запонки со штурвалом в магазине появились только пятого. Ну что, и значит, я не могла найти запонку со штурвалом. Все, сейчас я вернусь и объясню. Давай. Спасибо за фото, Илья. Я тебе потом расскажу, для чего нужно было. Ага. Может, это я, конечно, зря. Мне ужасно хочется эту злодню самой прищучить. И вдруг еще отвертится. Слушай, я, если честно, вообще не понимаю, зачем Палагиной понадобилось обманывать. Ну, конечно, баба-то, она еще стервозная, но, блин, не убийца же. Последить бы за ней, конечно, только времени нет. Слушай, а я знаю, кто может нам помочь. Кто? Клоскоп. Это которая сплетница дворовая наша? Ты, между прочим, зря смеешься. Марья Лукинишна все про всех знает, никогда не спит и фору даст любой наружке. Сексуальный. Говоришь, в нашем дворе? Брать не буду, не видела. Так, подождите, подождите. А может быть, кто-то похожий? Вряд ли. Нет. Я же не Господь Бог. Могла и пропустить. Да, кстати, ты там своим скажи, что наша дорогая председательша занимается торговыми махинациями. Сама собиралась идти в полицию. Марья Лукинишна, ну, где ТСЖ, а где торговля? А служебными помещениями кто управляет? Между прочим, это идеальное место спрятать краденое. Вы думаете? Знаю. У меня все зафиксировано. Вот, значит, бессонница, наблюдение из окна. Ночь на третье… Третье июля? Да. В четыре утра председатель ТСЖ Палагина с неизвестным в костюме перегружают рулон товара из фургона в служебку, которая якобы на ремонте. Которая? Твоя коморка. Четвертого июля в ночь, три ночи, дождь, видимость плохая, Палагина и неизвестный человек в плаще загрузил товар в легковушку и уехали. Скажите, пожалуйста, среди этих людей был вот этот человек? Милая, я и первого не разглядела, и второго не видела. Плащ на ножках. Понятно. Все равно спасибо. Спасибо. Я думала, она поможет. Зато номер фургона я записала для полиции. Ну, вы даете. Дежурка рулит? Молодчина. Понимаешь, эта пенсионерка сказала, что там точно был мужчина. Значит, эта запонка, которую я нашла утром, могла быть его. То есть, тот незнакомец мог быть Хромцовым? И тогда понятно, почему Палагина подменила запонку. Зачем ей светиться, что у нее с убитым были какие-то дела? А если она и грохнула? Или подельника второго покрывала, который в плаще? Не знаю. Ну, я решила не ходить к Палагиной, а пока с тобой посоветоваться. Правильно. Сейчас мы с тобой в два счета. Давай номер фургона. По базе пробьешь. Автовладельца. Если фургон на Хромцове, то есть на его фирме, то... Так. Что? Фургон принадлежит магазину стройматериалов «Ребус». Но вообще, нам это тоже подойдет. Почему? Вся работа Хромцова крутится вокруг строительства. Угу. Если мы вышли на магазин стройматериалов, значит что? Что? Что в схему вписан магазин. Давай расскажем Буянову. Он в следственном комитете? Слушай, я думаю, большой беды не будет, если мы пока сгоняем в «Ребус». На фургон посмотрим. Поехали. Вон какой-то фургон. Только номеров не видно. Пойдем посмотрим Буянович? Пойдем. Проблемы? Мы из Центрального ВВД. Интересуемся фургоном с номерным знаком К-163СУ. Он вашему магазину принадлежит. Кто на нем ездит? Понятия не имею. А с кем можно поговорить насчет него? Сейчас, минутку. Алло. Здесь из полиции по поводу фургона. Понял. Ну, проходите к директору, он на месте. Спасибо. На этом Долотов работает, но он сейчас в отпуске, другие ребята берут. Что, авария или что-то? Нас интересует, кто брал машину в ночь на третье июля. Никто. У нас нет ночных выездов. Скажите, а вот этого человека не видели, не знаете? Нет, не знаю. У вас все? Директор строительного магазина никогда не встречал владельцев строительной фирмы. Простите, не поверю, Тишилов город маленький. У меня память плохая. Я вообще не тусовщик. А что вы так нервничаете? Я не нервничаю. У меня проблемы на работе. Сейчас будет совещание. Если у вас больше нет ко мне вопросов… Алло, Зоя, давай вызывай срочно сюда заведующих с секциями. Скажи, Палагин приказал. Палагин? Стойте! А можно взглянуть на ваши руки? Вы что, с ума сошли? Может быть, вы еще отпечатки пальцев у меня возьмете? Все, до свидания. Просто у вас такой красивый зажим на галстуке. К ним уже должны быть еще и запонки, правильно? А где запонки? Думаю, вы их отдали для подмены. И фургон ваш. Может, сами расскажете, зачем убили Хромцова? Звони-ка, иди! Пускай транспорт шлем! Алло, Калита, это Назарова. Можно? Заходи, ругаться будут. Алексей Трофимович, мы же для дела старались. То, что старались, хвалю. Уругаю за легкомыслия. В нашей профессии легкомышленных нет. Знаете почему? Почему? Потому что все легкомысленно, уже на том свете. Это же надо было додуматься. Начать расследование в Ребусе и даже не поинтересоваться за фамилией директора. Там просто таблички на двери не было. Детский сад. Представляешь, они родные брат и сестра. Палагина. А получается, Палагина брату помогала воровать? Эти родственнички делами пострашнее занимались. Мы с шефом только что в твоем ТСЖ обыск учинили. И что? Походу, в твоей коморке, куда тебя Палагина не пускала, тот, где не товары были. Труп Хромцова. Да нет. Да. Строительная краска на костюме Хромцова оттуда. А еще там в углу мы ковер нашли со следами крови. Ковер-то там откуда? Там же ремонт. Занесли зачем-то. Много у вас, у кого там есть ковры? Да не знаю, но выбивают. У Палагина один висит в ТСЖ, это точно. Вот. Если ковер Палагинский, еще одна улика, как думаете, Алексей Трофимович? Я думаю, ковер привезли вместе с трупом. Вернее, труп в ковре. Хотя своди Глафиру к экспертам, пускай взглянет. А я в следственный отдел. По присутствию на запросе. Есть. Ну, я так понимаю, сказать вам больше нечего. Гражданин начальник, я вообще не понимаю, в чем тут дело. Да, я ездил по ночам к сестре. Да, иногда на служебном транспорте. Потому что днем я занят, каюсь. И даже из магазина подарки возил. Ну, а что, они оплачены все. А в ночь на третье я, между прочим, на свадьбе гулял. И то, что ваша пенсионерка видела, это ее проблемы, то, что она видела. Понятно? Может, у нее долг по коммуналке? Или она сестре мстит? И зачем вы заторванули от моего стажера, когда мы вас про западки спросим? Ну, я испугался вашего сотрудника. А запонки я мог и у сестры бросить. Я их все равно не ношу. Зачем что-то покупал? Заколка понравилась. Значит так, я больше говорить ничего не буду. Ведите меня в камеру. Каков гусь? Ничего, с сестрой попроще будет. Ковер. Скажите Буянову, что группа и резус-фактор пятна с кровью вашего убиенного совпадает. А генетика? Генетика на раздвание делается. Пора бы уже запомнить. Нам бы на сам ковер взглянуть. Вон он лежит. Только пыльно там, поаккуратнее. Нет, в ТСЖ таких точно не было. ТСЖ? До начала двадцатого века ручная работа. Подождите. Значит, это тот самый ковер, который вынесли из дома Назимова. Я помню, мне Чижов рассказывал. Ваш брат показания давать отказался. Имеет право. Последствия будут плачевными. И такими же плачевными они могут оказаться для вас, Ирина Семеновна. Поскольку присутствие Хромцова, убитого или еще живого ТСЖ, которым руководите вы, установлены факты. Нет, нет, нет. Я все расскажу. Потому что мы с братом не виноваты. Понимаете, он молчит, потому что думает, что она его выиграет. А она не станет. Ну что мы ей? Кто она? Рожкова, заммэра. Так, давайте по порядку. Рожкова – это наша с Кузей родственница дальняя. Объявилась вдруг, помогла из деревни переехать, на должности устроила. Мы думали, что родная кровь говорит. А ей просто свои люди нужны были, чтобы не засвеченные. Вы ей оказывали услуги? Да дня спокойного не было. А в последний раз эта зараза вообще обнаглела. Труп утилизировать приказала. То ли? Ну, тогда как раз на третье брат ко мне заявился посреди ночи. Усина, что случилось? Откуда ты? Со свадьбой нашей кассирши, блин. Мне дали расслабиться. Опять Рожкова? Да, Бутина, неладно. Смотри, что она учудила. Выдернула меня со свадебного стола. Ключи мне вручила и приказала ехать к дому Назимова. Знаешь, где дом Назимова? Ну вот. Сказала, чтобы я там труп забрал. Что забрал? Труп. И куда подальше отвез. Там Золотые горы, пообещала. Сказала, если не выполнял, она нас с тобой вместе обратно в деревню засунет. Сволчим билетом. А ты? А что я? Машины не было, я вот в служебный фургон. Сел и поехал к дому. Приезжаю, захожу, смотрю, и правда, шмурик лежит. Фермач один. Я его в ковер закатал и в фургон положил. Господи, там, наверное, следы-то в доме остались. Да я все замыл, только долго провозился. Не знаю, что делать. Вот к тебе привез. Что привез? Труп. Тихо, не ори. Ну, вместе из этого дерьма выкарабкиваться. Лучше придумай, куда тел одеть. Думай, думай. Так. Единственное, о чем мы с братом додумались, это спрятать труп на день в подсобке, где ремонт. Там и краска пахла, собаки не учуют. А потом я рабочим этим ремонтникам позвонила, сказала в выходной, что материал не привезли. А на следующую ночь брат приехал на своей машине, переложил труп в мешок и подальше увез. В черный пруд бросил, там часто грабят, обошлось. Вырутили благодетельницу. За бесплатно, вообще ни копейки не заплатила. Что ж вы от ковра с кровью не избавились? Ну, ну все уже не учтешь, мы ж не какие-то там убийцы. А когда Назарова эту запонку то нашла. Откуда я знала, с убийцей она, с трупа или не с трупа. Брат сказал, вроде были запонки. Ну, я подумала, подумала, побежала в магазин. Нашла похожее, подменила, а все остальное выкинула. А заколку я этой Кузе на галсту. Ну, а чего добро-то зря пропадать? Вы вообще понимаете, кого вы пришли обвинять? Я позвоню, от вас мокрого места не останется. Возможно, но для начала я ознакомлю ваше руководство с фактами. Факты? Вредни моих родственников? Да они алкоголики, я докажу. Имеется и другие свидетельства. Бизнесмен Жуков рассказал, что на банкете он не просто поиздевался над физиономией Хромцова, а заявил, что именно смазливая внешность позволила ему выиграть тендер. И вы ему верите? Жуков мелко мстил. Не скажите. Многие местные бизнесмены подтвердили, что строительные подряды можно получить у госпожи Рожковой, расплатившись натурой в том числе. Да что вы себе позволяете? Кстати, в распоряжении следствия имеется дизайнерский пеньюар из гнездышка, который вы оборудовали в доме Назимова. Узнать, кто его заказал, было легко. Ну, Анна Леонтьевна, я думаю, лучше все рассказать. Я понимаю, все против меня, но я не убивала Хромцова. Я всего лишь назначила ему свидание. В доме Назимова. Мне тоже хочется чувствовать себя женщиной. Поймите. Я давно искала место, чтобы… Ну, вы понимаете, город маленький, квартиру снимешь, все будут знать. А тут дом отдельный. Да еще и повод есть появляться. Объект контролирую. Контролируете, да. Ремонт в исторических стенах. Это не я. Это… Это прежний владелец. Когда Чижов с активистами подняли шумиху, пришлось ехать и осматривать. И там тайная комната открылась с отделкой. Представляете, дворец в развалюхе. Мне показалось это эротично. Я доработала бодуары и стала пользоваться. Сколько раз вы приглашали туда Хромцова? Я не помню. Раза три. Ну, в последний вечер меня задержали дела. Котик! Заждался. Заснул, бедненький. Я чуть не помешалась от ужаса. Поймите, о доме Назимовых знали все мои увлечения. И если бы тут обнаружили труп, все бы выплыло наружу. И тогда конец. Увольнение и даже тюрьма. И вы позвонили Палагину, чтобы он вам помог? Да. Но потом я поняла, что... Тайная будара – это тоже улика, и там мои вещи. После вывоза трупа Палагин, мягко говоря, был неадекватен. И нужно было самой возвращаться в тот ужасный дом. И вы решили его снести? Ну, так было проще всего. Ну, опять влезли активисты. Потом вы подселили туда стажерку. Я не знала, что от нее ждать. Я... Я совсем покой потеряла. И инсценировали учебную тревогу? Я просто пришла и все собрала. Манекен с пеньюаром не успела. Ваша сотрудница быстро вернулась. Вы верите, что я не убивала? Ну, натворили вы достаточно. Думаю, что протокол о задержании будет. Это я. Только что сменилось. Я хотела узнать, как там с убийством Хромцова. Раскрылось? Более чем. Город бурлит. Заместитель мэра замочила любовника. Журналисты телефон обрывают. А что не так? Да все! Эксперты утверждают, что Рожкова не могла нанести Хромцова удар по голове. Ни сила, ни роз не подходит. Орудие убийства не найдено. Даже если бы и нашли. И ладно бы дамочка пилочкой для ногтей орудовала. Так нет. По акту вскрытия это был какой-то строительный инструмент. Враньяк кирпичная крошка. И спрашивался, при чем здесь любовь? Ну, может, что подвернулась под руку, тем она и тюкнула? Да не похоже Рожкова на ротоманку, склонную к убийству в состоянии аффекта. Понимаешь? Должность ей гораздо важнее, чем все любовники вместе взятые. Вот такие дела. С утра не в духе. Понимаю. Ты сейчас куда? Я сейчас в общежитии, узнаю насчет аварии, потом загляну к родственникам. Знаешь, в дом Назимова что-то не тянет пока что. Может тогда кофейку? Давай. Ой, Глашенька, а я знаешь, никак с этим инвентарем проклятым не управлюсь. Ты к своим? Да. А вы как здесь? Отпустили под подписку за активную помощь следствию. А что там про Рожкова-то слышно? Призналась, убийца проклятая, я не в курсе. Глашенька, ты уж прости меня за ту запомню. Испугалась я. Я не держу на вас зла, все хорошо. А может, все-таки вернешься? Ну, значит, третьего дворника выгоняй. Вот приходится самой работать. Кстати, и камурку твою отремонтировали. Хоть сейчас вон заезжай. Спасибо, мне на новой работе нормально. Это ж надо, видняжка. Целый дом выделили. И на месте преступления. А где жизнь-то? У нас что ли? Вон во дворе трубы складируют. Ой, да успокойтесь. В общаге сказали, что еще недели заселят. Большую комнату дают, такую светлую. Правда? Отремонтированную? Нет, ну это я сама. Я не об этом хотела спросить. Пап, ты же автослесарь, по долгу службы многих знаешь. Ну, не без этого. Ты пересекался со стариком Назимовым? Который бывший начальник, что ли? Нет. А в чем дело? Да странно, Рожкова использует дом для свидания, это понятно. Но ведь тайную комнату не она придумала, и дорогой ремонт тоже не она. Значит, это он, Назимов, бывший владелец, пенсионер. Но странно, я думаю, почему, зачем? А потому что ничто человеческое старикам не чуждо. Старикан Назимов, небось, в этой комнате о прошлой жизни медитировал. Какой жизни? О прошлой. Я, конечно, не автослесарь, но тоже не без источников информации. Как только началась вся эта история с защитой дома, то клиентки у нас в салоне стали рассказывать, что старикан Назимов в прошлой жизни чайникборником трудился. А кем? Директором афинажного завода, где-то на Урале. Афин... Какого завода? Да, вообще, афинажный завод – это завод по обработке драгоценных металлов. Ого! 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 Стоять! Полиция! Выходите. Привет. Выходной сегодня? Да калита до обеда отпустил. Может, накормишь тогда завтраком? А то мать в деревню укатила, а самому лень. Вспомнил твои пироги вкусные. Да я-то накормлю, но у меня только оладьи постные, ничего. Сойдет. Бери тарелку тогда. В отделе такой кипиш. Рожкова, похоже, правду говорит, не убивала она. Из мэрии перезвонит каждый час, вынь да положим убивца. Буянов скоро рычать начнет. Я представляю, что узнала. Оказывается, пенсионер Назимов перед пенсией возглавлял завод драгметаллов. Да, ну? И я подумала, как он при такой высокой должности отремонтировал только одну комнатку. В таком-то доме. И то ее шкафом заставил. Странно. А кто его знает? Ну, вообще, где много золота, там всегда не чисто. Нужно побольше разузнать про этого старичка. Слушай, а может, мы к Чижову сходим? Он все-таки его бывший зять. А может, прямо сейчас? Давай. Слушай. Оладьи – чудо. Это я к тебе удачно зашел. Слушай, а сегодня ночью ты не заходил? Что? Да не, мне просто показалось, что стучали. А, господа полицейские, не терпится снести дом. Предупреждаю, я буду бороться до самого конца. Мы по-другому вопрос. Да, с домом все в порядке. А, простите, великоношно. Просто пришла бумага из мемкульта. Не хотят признавать историческую ценность этого дома. Ну, якобы, сведения о декабристе не подтвердились. Я докажу, я обещаю, докажу. Конечно, докажете. Мы хотим узнать о последнем владельце. Что с ним? А правда, что ваш родственник был директором афинажного завода? Да. Тогда почему он жил в развалюхе? Ну, не в развалюхе, а в своем родовом умении. Ну, а во-вторых, у него были на это свои причины. Какие? На Уральском заводе, где он был руководителем, произошла утечка золота. Сначала были разбирательства, потом суд, но его оправдали, но лишили всех звания и уволили. И он вернулся в Тишилов. Ну, да. Ну, починил немного дома и стал жить. На скромную пенсию? Ну, да, по-спартански. Он очень скромный был, помощи ни от кого не принимал. А как же тогда тайная комната, если по-спартански? А, это вы про любовное гнездышко? Ну, так это же устроила заммэра. Насколько я понял из газеты? Нет, комната появилась раньше, еще при Назимы. А можете показать? Вон, за шкафом. Да, не знал я, что у моего теста такая тайная жизнь. Интересно, зачем он комнату за шкафом спрятал? Может, воров боялся? А я понял. Не воров. А кого? Нас? Вас. Ну, то есть полицию? Наверное, он все-таки как-то был замешан в деле с утечкой золота. Подождите, подождите. Назимов все время говорю, что уже держится на трех кирпичиках. Шатается, но держится. Я думал образно про свое здоровье, а что если про золото? Ну, золото оно уже в форме кирпичиков. Хромцова стопудово убили из-за золота. Он же застройщик. Наверное, приехал осматривать территорию, наткнулся на золотые кирпичики, ну и… А потом убийца унес клад. А что если не унес? Как? Ну, мне же постоянно кажется, что ночью кто-то в дом лезет. Шорохи там всякие. Я помню, вы говорили про аномальную зону, а что если золото все еще здесь? Так. Надо срочно здесь все обыскать. Подождите, молодой людь, разрешите ложку дегтя? А как вы собираетесь искать? Просто голыми руками, без приборов? И что тогда? Звоним Гуяну. А хотите, я вам помогу искать? Правда? Ну да, у меня есть специальный прибор, металлоискатель. Вот просто никому пока еще не говорите. Ну, в связи с событиями, эта бумага из Бенкульта, если мы не найдем клад, нас даже просто засмеют. Мы могила? Ну да. Хорошо. Это замечательный металлоискатель, он не реагирует на ржавые гвозди, а только на золото. В круг, да? Ага. Ну? С чего начнем? Ну, мне кажется, с тайной комнаты. Может, Хромцов унес золото, а убийцы не знали? Тогда зачем было его убивать? Господа, Сташор, не надо впадать в уныние. У нас есть еще прекрасное место для тайника. Подвал. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Есть. О! Ничего себе! Так вот, на что Назимов жил. Тайный миллионер. А почему? Викентий Петрович? Поехал и студентами. Вы не задумывались, зачем библиотеку и металлоискатель? Так, а что за шутки? Стоять! Стоять, я сказал. Как же я устал от этого клада. Золото, золото, золото. Жена только о нем и говорила. Говорила, вот помрет тесть и заживем, как люди. А вышло все наоборот, это она умерла от аборта. А тесть обо мне даже думать не хотела. Ну, я думал, он состарится, смещится. Нет, так один и помер, как Сыч. Ну, я решил заниматься наследством, а потом мне сказали, что это невозможно. Ну, я же, я же не кровный родственник. Ну, тогда я решил эту развалюху записать в памятнике искусства. Чтобы время потянуть. То есть это все неправда, что вы про дом Назимова рассказали? Почему неправда? Ну, что-то подправил, что-то добавил, что-то перекомпоновал. Ну, зато в Минкульте заинтересовались. Ну, а пока они поняли, что суть до дела, я бы золото и забрал. А? Что же не забрали? Замком долго провозился. А потом нужно было найти еще металлоискателя. Я купил один, он не подходит. Потом купил следующий, ну, который реагирует только на золото. Ну, а потом я вечером залез в подвал, а тут… Чума! Я думаю, кто тут шуршит? А это злейший враг моего мини-отеля. Чего поделываем тут среди ночи? Понимаете, просто поступила информация о протечках, вот проверяем. Для старого дома это очень опасно. Слушай, ты из меня дурака не делай, я строитель как некий. В руках что? Эталоискатель? Протечки-нибудь золотые ищешь? Послушайте, вы все не так поняли. Нечего здесь понимать. Слушай, а знаешь, я ведь за эту информацию мне Рожкова не то что мини-отель, высотку подпишет. Активист, правдолюб, защитник исторического прошлого, примитивный кладоискатель. Надо искать. Что здесь? Сундучок золотый. Ладно, пойдем выпьем, пока моя мымра не явилась. Заодно обсудим, какой процент с твоего сундука мой. Лады? Нет, я, я конечно мог бы выкручиться, но тогда бы я потерял любую возможность забрать себе золото. И вы убили? Да, убил. Поначалу мне было страшно, я не понимал, куда мне деть труп, а потом вспомнил. Хромцов же про Рожкова рассказывал. Получается, он же ее ждал, значит они любовники. Вот я поднял труп наверх, спрятал инструменты, ну и сбежал. Ну а чего? А она же за мэра, вот она пусть его и прячется. А она спрятала, молодец. И вы вернулись в дом? Вернулся, ну ты же там поселилась и новый замок повесила на подвал. А потом еще бумага из этого, из Москвы пришла. Они поняли, что это все фикция и что, все пропало, все, нет, нет. И дом вот-вот снесут. А потом на мою голову появились вы, два стажера придурка, и начали расспрашивать. И я понял, я понял, что нужно идти во банк. Все! Хватит разговора, давайте сюда зову. Не слушай его, Илья, не слушай его. Живо я сказал! Вы стреляйте, пожалуйста, у меня мама болеет. Отдай лучше. Отдай лучше. А вы знаете, что бывает за убийство сотрудников полиции? Не слышали? Мне ничего не будет. Здесь в подвале выстрел, это просто как хлопок в ладоши. А на меня кто подумает? Кто я такой? Я же просто бумажная крыса. Так ты встань сюда! Отошла, я сказал! Золотое. Ты мне еще понадобишься. А с тобой? С тобой богатырь? Придется распрощаться. Вы не посмеете. Сказал бы я вам, приятели, из-за самодеятельности вашу. Хотя, Глафира, ваша хватка определенно по хвалы заслуживает. Ты где так научилась? Если честно, Алексей Трофимович, я просто испугалась. Ладно. Теперь приятная новость. В связи с раскрытием тяжкого преступления, начальство приказало зачислить стажеров Назаров и Прохорова в штат до окончания испытательного срока. Простите. Поздравляю. 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 Ну ты рад или не рад? Товарищ майор. Я передумал работать в полиции. Илья. Илья. Илья, подожди. Илья, что случилось? Это из-за того, что я Чижова повалила? Я никому не хотела говорить об этом, честное слово. Меня врачи спросили сами. Нет, нет. Ты что? Все нормально. Ты тут вообще ни при чем и… Наверное, просто… Оперативная служба нет для меня. Лучше я буду кадастрами заниматься. Спасибо тебе, Глаша, за спасение. Не беси меня лучше. Еще раз зависнешь, я тебе на компьютерные курсы отдам в СОБЕС. Там тебя научат уму-разум. О, Назарова, ты как раз ловим. Садись. Вот у меня терпение уже лопнуло и не могу с этим пылесосом работать. А что надо? Вот из этих сводок перенести в базу гастролеров. Иногородних преступников? Наоборот. Наших тишиловских, которые засветились на выезде. Чуть активнее давай. И это… это не та графа, это потерпевшие. Повнимательнее. Что? А Петров Анатолий Иванович – это кто? Это наш… горе-секс-гигант. Уехал в семье Озерск, там подцепил невероятную красотку. Ай, она его обобрала до нитки, и он сидит теперь там, документы восстанавливает, билеты. Горе луковое. А что, знакомый? Понравился? Нет. Пельмени будешь? И что? Больше не звонил? Ни разу с тех пор. Я даже ему сама эсэмэску написала, спросила, как дела. Он даже не ответил. Да. А я уж подумала, тот самый. Ага, тот самый. Дебил. Тот самый. Слушай, у Ильи просто очень болезненное самолюбие. И я тоже хорошая. Я накинулась на этого чужого, как ненормальная. Могла поделикатнее. Что поделикатнее? Спасать его поделикатнее? Ага, да сейчас. Тоже мне нашелся. Илья Муромец. Недоделанный. Ну, все-таки. Ну, хорошо. Посмотри, родила бы ты от него. А вдруг сын? И что, такой же в него? Ненадежный? Нет. Глаж, тебе такой не нужен, поверь мне. Будем искать героя твоего романа. Так что… Благо, оперов у нас достаточно, так что… Ань, помнишь, ты просила узнать про Толика? Как он там в командировке? Ну? Я узнала? Так, только ты, пожалуйста, не волнуйся. Я… Толик. Не поняла. Это что такое? Мама! Привет, любимая. А вот и мы… Привет. Как… Ой, так, друзья, почему так рано? Что, что, почему… Да, к Настёне заехал в лагерь навестить. Ага. Она плачет. Почему? Что такое? Почему ты плачешь? Мам, мне в лагере плохо. Плохо? Вот забрал. А давно забрал? Нет, нет. Дни десять назад. Да. А она мне в командировке помогала, да? Угу. Мы домой боялись. Почему не из-за тебя? Да. Вот пришли сдаваться. Толик. Да, сдаваться. Значит так. Прекрати её. Посмотри, какая ты счастливая. Все же хорошо. Значит, ты везучая. А может, чай пойдём пить? Да, сейчас… Курт купим. Да, по дороге, давай. Курт, я на тебя хоть посмотрю. Да пойдём в дом посмотрим. Как что выросла. Да, уже большая совсем. Давай рюкзачок. Давай. Ну вот, рюкзачок. Курт поднесет. Курт. 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 Настенька. Тихо-тихо. Давай-давай. Быстренька, давай-давай, красавица, проснись! А нафига, нафига, так рано-то?! Ну зачем мне этот рассвет?! Настеона, разбудешь... А меня, значит можно, да, так рано будить? Ну что это не морзла? Комары и зажрали! Сейчас. Комар, 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 Настема, кофе горячий, сейчас тебя согреет. Держи. Потом я тебя согрею. Ты же сама хотела на природу? Конечно, хотела. Это лучше, чем в этих отелях. Тебе постоянно бабы всякие клеятся. Какие бабы-то? Такие. Алло. Что? Нет, не слышали. Здесь связь плохая. Мы за городом. Так. Так. Взлома не было? Ну что? Сейчас с женой посоветуюсь. Короче, с охранного поста звонили. Говорят, ну, что сработала сигнализация. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Стой. Ага. Дверь не взломана, окна тоже целы. Вот, спрашивают, спрашивают, обратно на сигнализацию ставите или мы приедем? Конечно, приедем, Толя. Алло, алло, алло. Не-не-не, ставьте обратно на охрану. Ага. Все, спасибо, спасибо. До свидания. Спасибо. Ну что? И зачем? Ну, посмотри, утро какое. Ну, природа. Попозже поедем? Природа, комары. Да, да. Все. Пойдем. Синовал. Не хочу. Ну, пойдем. Нет. Ну, пойдем. Пока Настяна спит. Ну, пока Настяна спит. Ну, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Ничего. Да, доктор. Рад слышать и всегда готов к сотрудничеству. Не может быть. Тем более у вас в Тишилове. Но, впрочем, от дураков никто не застраховывает. Конечно, разберусь. Даже сам подъеду. А будем на связи. Идиоты. Олейник! Олейник! Да. Смотри. Его убили. Да, мне сообщили. Ограбление. Случайность. А ты, я вижу, все еще ностальгируешь. Глупости не говори. Это не могло быть из-за вашего разговора. Во-первых, дорогая, не имей привычки подслушивать. А во-вторых, я слишком дорожу репутацией, чтобы привлекать внимание полиции к своей особе. Мы приносим искренне из-за болезнования родственника убитого и его отвергившему коллективу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тебе говорю, нет. Папа. Что, папа? Да можно я не пойду, Наилла? Все равно опоздали. Нет, нельзя. Прекрасно успеешь. Мам, можно? Так, Ань, скажи, пожалуйста, нашей дочке, что... Так, оба! Пожалуйста, отстаньте от меня. И дайте мне отдохнуть от этого отдыха. Ага. А это что такое? О, мам. Это твои бусы. Ну, ты когда их порвать-то уже успела? Нет, 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 блин. А я тебе говорила. Давай вернемся. Че это такое-то? А ты не видишь? Нас обокрали, блин. Да что я-то? Я, что ли, обокрал? Ирина Григорьевна! А? Вы мне коробку дали с гвоздями, они все гнутые. Ой. Я коробочку-то одну под мусор приготовила на выброс-то. Их хорошие поставила. И забыла. Она тебе и попалась. Ой. На-ка. Спасибо. Держи. Ух, и везучая ты, Назарова. Что есть, то есть. Да. Чего? Подожди, что? Все правильно сделали, что вызвали полицию. Я сейчас приеду, слышишь? Все, я одеваюсь. Просто я не понимаю, кому это нужно, блин. Взять вот так вот, залезть и все украсть. Ну, перестань. Расскажите лучше, что украли? Да все, все украли. Где все? Я не вижу, что все. Наличку все украли. И что-то из дорогой техники украли. Ну, вот. Мои драгоценности. Самое дорогое, что было. Малыш. Ну, что? Ну, не такие уж там сокровища. Купли я тебе новые. Чего ты? Ты сейчас серьезно? Да. Ты не понимаешь ничего. Это же с каждым колечком, с каждым камушком. Это же такие воспоминания. Это кусочек жизни. Да ну тебя. А унижение глаж. Ну, блин, ну что это такое? Захотели, пришли, обморовали, что ли? Что опергруппа сказала? Ну, и ничего не сказали. Поспрашивали. В Бразилии, куда поехали. Кто-то дверь после ее закрывал. И знает ли кто-то код от нашей сигнализации. Отпечатки взяли. А этот следователь, он вообще обычно дежурный. Представляешь? Блажечка, ты там поспрашивай, пожалуйста, в отделе. Кто там нашей кражей занимается? Если что-то узнаешь, сообщи. Спасибо. У меня завтра такой ответ среди. Я в дежурке впервые буду рулить одна. Аж до обеда. Классно же это. Твой калита в тебя поверил? Да нет, конечно. Просто у нее дела там какие-то. С возлюбленной надо выяснить. Но все равно приятно. Конечно. Предлагаю утешиться с судаком в каляре. Не буду. Мы с Санечкой и с Настей вместе из реки вылавливали. Там что, картошечка еще? Да. Пойдем. Пошли. Пойдем. Пошли, пошли. Да положи ты уже. Пойдем. Мне тяжело. Поваривай. Садись. Подняла дежурная смена Назарова. Оперативная часть центрального ОВД. Переключают. Вы что-то хотели? Да, беда у меня. Так, я вас слушаю. Сестра родная. Совсем распоясывалась. Изничтожить меня решила. Так, расскажите по порядку. Да какой тут порядок? Ненавидит он меня люто. Недавно смертью преградилась. А сейчас сыновей своих, племешей моих родных подговорила. Так они всю стену угрозами расписали. Какую стену? В доме, у квартиры? Да квартире им не пройти. Там замки везде. Я об этом позаботилась. Так они что, удумали? На работе под окном расписали. Все про смерть. Смотреть страшно. Мой муж недавно умер. Он бы позаботился. А так, ну хоть вы помогите. Так, а как вас по имени? Пашкова я. Софья Лукинишна. Софья Лукинишна. Вот все, что вы сейчас описали, это обыкновенное психологическое насилие. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Да, так и есть. Значит, сейчас я приму у вас заявление. А я все напишу. Пожалуйста. Что это? Что это, Назарова? Тебе нельзя на полчаса оставить одну. Ты скрытая угроза. Стихийное бедствие. В смысле, а что не так? Я заявление приняла по всей форме, как учили. А в людях тебя разбираться не учили? Добро от зла отличать. Сказка ложь, да в ней намек. Да что я тебе как маленькая объясняю? Ну ведь важна не бумажка, а кто ее написал? У нас эту Пашкову все УВД знает. И сестру ее тоже. А что у них? Наследство не могут поделить. Батя пил и Коряло сочинил завещание. Они вот теперь все, семейным узом конец. Ходят теперь, пишут друг на друга эти кляузы. Вон, вон, уже понаписали. Грушко год с ними мучается. И что теперь делать? Исправлять ситуацию. Беги сейчас к ней вот по этому адресу. И убеди ее отказаться от этого заявления. Любой ценой. Давай. Если дома не застанешь, беги во вторую поликлинику детскую. Она там трудится с санитаркой. Все, я поняла. Да не поняла, а так точно. Давай беги. Так точно. Ай. Ксюша. Чуть не забыл из-за тебя. Ксюша, да вот у меня минутка как раз и вот есть. Главное, я аж каждое утро аккурат отсюда начинаю намывать. Выходит, она за мной еще и следит. Да сама погляди. Увидишь, такое сердце и прихватит. Да уж. Молодежный стиль. Так я и говорю, племеши. А я им подарки носила, а они отблагодарили. Как вы знали, что я осталась одна, так все свои семейки хотят меня из города выжить. Софья Лукинична, может вы съездите к сестре, поговорите с ней. Я уверена, что вашу проблему можно решить. Ты что? Я с Катькой, которая хочет моей смерти? Да нет, не пойду, ни за что, нет. Ну хотите, я схожу. Может, все не так страшно. Ну, сходи, реши. Тогда, возможно, и заберу свое заявление. А пока даже и не проси. Ладно, давайте адрес. Сейчас спешу. Смотри. Ой, это в отделе. Да, мы на озеро ездили. Да вы что? Да вы что, и уголвались. Простите, а Катерина Железнякова здесь живет, не знаете? В третьей квартире, только она еще из больницы не вернулась. А что с ней? Да с ней ничего, это она к мужу, расхворался совсем. Катерина к нему каждый день после смены ездит. А больница далеко? Да вон Катерина, уже сама вернулась. Спасибо. Здравствуйте. А я из полиции, поговорить хотела с вами. Опять с дренкой не мется? Пойдемте, там поговорим. У меня дома не убрано. Пойдемте. Кто это? Не знаю, что там. Что это? Смотри, не просто так. Понимаете, угрожающие надписи — это серьезно. И если докажут, то это статья. Даже если ваши сыновья несовершеннолетние, то все. А почему тут мои парни? Они месяц, как на даче, мне вообще не до сколка. У меня одни отвары да кашки на уме. У вашего мужа больной желудок? Как-то язву с этим замучила. Сегодня на поясницу жаловался. Продуло, что ли? Вы меня извините, ладно? Я тут со своими разговорами. Вот ведь как бывает и у вас, с мужем, и у вашей сестры вообще. Что? Ну, умер. Петя умер? Когда? Недавно. А вы не знали? Нет. Мне же вообще не до чего. Мы же с сестрой в контурах. Ой, бедная. Не, ну Петя, конечно, с придурью был. Ну, добрый. Соник, ты вообще в нем в душе не чаяла. Да, Софья Лукинична очень призывает. Ой, я даже с дядем не попрещелся. Мы с сестрой-то родительское наследство не поделили. Я слышала. Петя-то сразу говорила. Говорят, продавайте все, делите поровну. А то переругайтесь с вашим-то характером. Как в воду глядел. Я тогда пойду, ладно? Я желаю вам, чтобы в вашей семье все наладилось. И вы не сердитесь на сестру. О, Горюшка, у Вики-то это давно с желудком. Говоришь, он еще на поясницу жалуется? Ну, так ваша сестра сказала. Поясницы-то могут быть почки. Мы у Петеньки тоже почки отказали. А как спохватились, поздно уже было. Вот и не спасли. А у Вити ноги не опухают? Я не знаю. У меня есть телефон. Отличный врач-нефролог. Он в больницу приедет, консультацию сделает. Передашь-ка в телевизоре? А может, вы сами ей передадите? И вообще, вы бы поддержали сестру. Она неважно выглядит. Да? Да. И может быть, вы заявление заберете? Мы же уже поняли, что ваша сестра здесь ни при чем. Конечно, заберу. Каська, выщута холера. Но сейчас не до разборок. В общем, эти угрозы оказались просто граффити. Я молодец? Ну, а главное что? Кто тебя вовремя и оперативно проинструктировал? Ладно, молодец, хвалю. Можешь немного заняться своими делами. Только подальше. У меня серьезные сейчас будут переговоры на высшем уровне. Не наладил с ней отношения? Тебе-то какое дело? Все, ладно. Я испаряюсь, но не бесплатно. Наглеешься каждой секундой. Что? Меня подруга попросила проконтролировать одно дело с кражей на Луговой 30. Кто ей занимается? Не Буянов случайно? Буянов, он сейчас отъехавшее начальство замещает. Скорее всего, Денис Ремезов. Знаешь? Нет. Толковый? Толковый у тебя куратор. Ремезов, тебе понравится вообще. Что это понравится? Это что, я ваших женских вкусов не знаю? Не умеете душу рассмотреть. У меня уже звонок. Да это... Ну, я, конечно. Заходите, располагайтесь. Дверх только прикройте. Так. Значит, Клаша. А я все думаю, что за миленькая, новенькая появилась у нас в дежурке? Все никак не находил времени познакомиться. Я по делу. Ну, разумеется. Чем могу быть полезен? Я по поводу кражи на Луговой. Хотелось бы узнать, как продвигается расследование, если можно, конечно. Это личный интерес. Ну, наверное, да. Потерпевшие Петровы – это мои бывшие одноклассники, а Аня, Анна Петрова – самая близкая подруга. Ну, ничего обнадеживающего я сказать не могу. Ограбление на Луговой – это из новой серии. Какой серии? Новой. Мы это так все здесь называем. Причем объявились у нас тут умельцы. За последний месяц обнесли больше 20 квартир в Тишеволе. И почерк такой нетипичный и непонятно. То ли дастролеры, то ли наши дебютанты. Чтобы их... И не поймать? Пока нет. Вашим Петровым еще очень повезло. Ну что, они уехали на пикник, и дома никого не осталось. Потому что предыдущее ограбление закончилось убийством. Да вы что? Да, жена уехала, муж остался дома, ему отпуск задержали. Ну, домушники, видимо, не предположили такого варианта. Залезли в квартиру, столкнулись с хозяином и... Прынули ножом. Вот видите, Глаша, что бывает, если в отпуск вовремя не уйти. Простите, а как фамилия убитого? Агеев. Детский врач. Работал здесь в поликлинике недалеко. Номер два. Денис, у вас сейчас есть время? А что? Хочу вам кое-что показать. Пойдемте. Вон, художество. О, впечатляет. И прямо напротив кабинета Агеева. Вон окно на втором этаже. Вы откуда знаете? Я привык отрабатывать все версии, я уже здесь был. И даже граффити видел, только не в ник. А вы не думаете, что это ему так угрожали? Фантастика. Можно поговорить с главврачом. Есть время? Есть. У Кирилла Романовича не было врагов. Я вам это в прошлый раз еще сказал. Такой вот он, белый и пушистый, да? Вы не поняли. Конечно, характер у него был не сахар. Самовлюбленный, немножко эгоистичный. На него были жалобы. Но у кого их нет? Сами знаете, с кем работаем. Вон, пожалуйста, родители. Они же ведь трясутся над своими детьми. Но чтобы убивать, это уже слишком. Простите, а Агеев только здесь работал или еще где-нибудь? Ну, кто ж из нас, грешных медиков, не сотрудничает с платной медициной? Правда, в последнее время доктор Агеев нас удивил. Подвязался в элитную клинику доктора Олейника. Слышали про такое? Да, это пластическая хирургия. Только лорд тут при чем? Ну, как же там, такой специалист нужен. Но ведь туда надо устроиться, к доктору Олейнику. Ну, а Агеев из детской клиники, или еще районной. И как же он туда устроился? Ну, у нас ходили разные сплетни. Говорили, что ему помогла Клара, это супруга Олейника. Мол, она за него где-то молвила словечко. Сама Клара у нас работала раньше процедурной медсестрой. Но они дружили с Агеевым. Очень. Были любовниками. Возможно. Возможно, свечку не держал. Но вы ведь думаете, что Олейник зарезал Агеева из-за ревности? Это нонсенс. Это нонсенс. Я пока ничего не думаю. Позор моим сединам. А про Агеевские подработки я и не подумал. Вы молодец, Глаша. Вовремя задали вопрос. А я все-таки уверена, что этот Олейник мог запросто убить Агеева. Любовь и ревность никто не отменял. Не отменяли, да. Но, боюсь, это не наш случай. Почему? Ну, во-первых, попытайтесь себе вообразить, как глава элитной медицинской клиники разрисовывает стену угрозы. Но это же из области психиатрии. Ну да, они сходятся как-то. А во-вторых? Я только что получил сообщение, что окно в квартире Агеева было вскрыто тем же инструментом, что и во всей серии новых краж. То есть, выходит, Олейник не виноват? Ну, если только не совмещает пластическую хирургию с грабежом квартиры. А как же тогда угроза на стене? Я думаю, что смерть Агеева и это страшное граффити под его окном – это просто совпадение. А мы просто пали жертвой разыгравшейся фантазии, увы. Да, наверное, так. Но, чтобы прекрасные девушки не печалились, у меня есть вариант. Я пока сосредоточусь на обстоятельствах краж и поиске бандитов-домушников, а вы на досуге попробуйте, ну, покопайтесь в хулиганской истории угроз на стене. Я не против. Идет? Идет. В любом случае, Глаша, я хочу поблагодарить вас за бдительность и неравнодушие. Должен бежать. Увидимся. Ой, Глашка, я очень рада за тебя. Очень классно все сделала. Сама делала? Да. Это у нее от ее мамочки. Да. Мамочка ее была. Золотые руки. И уютно дома, и приготовлено все. Это ты на что намекаешь? На то, что я плохая хозяйка? Нет. Я Генны просто говорю у нее. Все. Знаю я про что-то. Слушай, а у тебя окна на люк? Я еще не разобралась, не знаю. Да какая разница? Уютная, просторная. Молодец. Спасибо. Ну, в общем, МВД заботится о своих сотрудниках. Молодцы. А у нас, Глаш, семейная проблема. Мальчики сейчас у бабушки, но завтра она в Воронеж уезжает. Отца с работы не отпускают. А у нас приходят батареи менять. Может, ты возьмешь мальчиков к себе? Ну, так как жилплощадь теперь позволяет. Да ты что же. У Глаши служба. А мальчишки пускай на улице погуляют, пока батареи чинят. А я потом с работы приду и побуду с ними. Правильно. А мне, значит, надо разорваться, чтобы не за мальчиками следить и за рабочими. И ты хочешь, чтобы у нас детей украли, как у Ивлашева. Ну, что ты говоришь? Не хочу я, чтобы их украли. А зачем ты говоришь тогда, что они должны... Да я просто не хотел так сказать. Ать, пожалуйста, у меня завтра выходной. Мальчишек я заберу. Давайте сейчас праздновать. Да. Давайте выпьем. Давайте. Давайте. За тебя. Молодец. Молодец. Класс. А мне можно? Я на ремонт офигенный. С новосельем. Мне, мне, мне. Можно мне? Да. Спасибо. А про окна выпущу. А ты поменьше пей. Класс, спасибо большое. Все было очень-очень вкусно. Я очень рада. Как бы на тортик место осталось. Я думаю, что он тоже очень вкусный. Слушай, а почему у тебя посуда пластикала? Да я со следующей получки куплю. Сейчас был выбор, либо посуда пластиковая, либо торт. Мне кажется, лучше посуда. Понятно. Моя сильная, независимая женщина. Кстати, по поводу вашей кражи. Там дело пока продвигается очень туго, потому что казалось, что это целая серия ограблений. Вот. Я так и знала. Я попыталась помочь оперу, которая занимается этим делом, правда, тоже пока безуспешно. Толковый опер? Очень. Он толковый, прям деятельный. Перестань, пожалуйста. Денис вообще не мой вариант. Вернее, я не его. Я смотрю, у нас кто-то стал в вариантах разбираться. Красивый, что ли? Понятно. Ладно. Завтра оценю и выскажу свое авторитетное мнение. Нас просто с Толиком в ВВД вызвали, видимо, по нашему делу. Так что, деятельный говоришь? Да, и он такой азартный. Ну так давай. Я не знаю, стань его лучшей помощницей. Как-то действуй. Все к столу. Торт. Ура! Кто будет? Я буду только маленький-маленький. Хорошо. Толик. А я с... Папа, репушек? Сейчас, сейчас я может принесу. Нет, я ждала визита полиции, как только узнала, что Кирилла убили. Но не думала, что это будет в семь утра на пробежке. Ну так получилось, извините. А почему вы ждали полицию? Потому что мои бывшие коллеги, завистники, которые никак не могут пережить моего удачного замужества. Да. Конечно, они вам наплели. Хотя уже триста лет как-то закончилось. А как же тогда новый виток моего романа? Я вас умоляю. Хотя, когда Кирилл позвонил, пригласил в ресторан, я испытала некие ностальгические чувства. И что? И очень быстро поняла, что его цель, место в клинике моего мужа. Но вы послали его? Нет, зачем? Каждый крутится как может. Тем более, место отоларинголога с частичной занятостью в клинике было. Я попросила мужа, он его устроил. Благородно. Скорее, сентиментально. Хотя на этом наш с Кириллом ренессанс закончился. Скажите, а если бы ваш муж решил, что отношения есть, он бы мог, скажем, нанять кого-нибудь, чтобы Агеева припугнули? И убили? Вы подозреваете олейник? Не смешите меня. Тем более, он давно все знал. Я ему рассказала. Зачем же тогда он взял Агеева на работу? Потому что у него нет комплексов. Он в себе уверен, он прав. Понимаете, о чем я говорю? Так, ну я полагаю, сюда. Пожалуйста. Благодарю. Так. Анна Сергеевна, по просьбе следователя я еще раз опрашиваю потерпевших. Вы же не против? Да, конечно. Если это нужно для следствия, то. Правда, супруг не смог присутствовать. У него срочные дела на работе. Я в курсе, ничего страшного. Когда дело касается квартирной кражи, то лучше разговаривать с хозяйкой дома. Так продуктивнее. Согласна? Наверное. Ну хорошо. Давайте начнем сначала. Ваша квартира часто опустует? Нет. Я бы так не сказала. Просто я не работаю, поэтому. Но когда уезжаем, то да, конечно. Хорошо. Когда уезжаете, вы ставите квартиру на сигнализацию? Да, да, да. Обязательно. Каких-то подозрительных людей в подъезде или, может быть, странные знаки у двери вы замечали? Нет, точно нет. Кому-нибудь сообщали о своей последней поездке? Эта поездка вообще на природу очень спонтанная получилась. Перед тем, как покинуть город, вы куда-нибудь заезжали? Да, мы заправлялись, чтобы бензина хватило. И сразу же поехали. Анна Сергеевна, можно вам вопрос не по теме? Можно. Почему все-таки озеро с палатками? А почему нет? Ну, глядя на вас, создается впечатление, что вы девушка, которая очень любит цивилизованный отдых. Пляж, море, спа-отель. Ну, если честно, то у нас просто с супругом проблемы небольшие в отношениях и... Ну, лучше решать их в натуральной обстановке. Да, вдали от цивилизации. Спонтанно. Да. Прошу прощения за бестактность. Все хорошо. Давайте вернемся к нашей теме, да? Угу. Глашонок, ну что, смотри, мы прошли успешно. Конечно, ты была права, он действительно немножко слишком красив. Но глаза, конечно, очень умные. И такой вежливый, обходительный прям. Так что, берем. Так, скажи мне, ты где сейчас? А, с мальчишками на маленьком принце? О, класс. Давай-давай, привыкай к семейной жизни. А я, пожалуй, пойду проведу своего. Узнаю, какие у него там срочные дела на работе. Угу. Давай, целую. Пока-пока. Почерк новой серии не изменен. Воры проникают в квартиры через окна. Для подъема запирающего элемента рам используют плоскую монтировку. Работают виртуозно, царапин практически нет. А с дверными замками предпочитают не связываться. Понятно. Непрофессиональные домушники. Дилетанты. Для владения отмычками навык нужен. Ну да, дальше. Они отключают квартирные сигнализации, какой-то сильной глушилкой, подавитель сотовой связи. Интересно. Такие разве что угонщики используют? Да, кстати. Я тут передопросил пострадавших. И, в общем, вывел интересный факт. Они все уезжали на автомобилях, на личных автомобилях. Ну, это слабая зацепка. Понятно, что если из квартиры есть что вынести, то у хозяев чаще всего личный транспорт имеется. Ну да. Хотя, глушилка, монтировка. В эту сторону стоит покопать. Может быть, на наводчиков выйдем. Что с убийством Агеева? Да тоже все как-то странно. В протоколе указано, что его зарезали армейским ножом. Но я выяснил, что нунчаки в этом же протоколе описаны как домашний спортивный инвентарь. Но Агеевым он не принадлежит, потому что жена утверждает, что она никогда их не видела, а муж спортом не увлекался. Значит, грабители принесли. Да, и наши спецы уже даже сняли с этих деревяжек отпечатки, но по базам не проходят. Ладно нож, но нунчаки для домушников определенная экзотика. И зачем они на краже? Да, это зацепка посерьезнее. Давай-ка внеси информацию про нунчаки в общую сводку. Глядишь, сработает. Да, кстати, Алексей Трофимович, тут недавно в Шилове открылся центр восточных единоборств. Может, пошерстить там? Пошерсти. Слышал? Моя крестница из дежурки Назарова. Что-то тебе приготовила. Ага, да. Но это граффити на стене с угрозами. Мы уже выяснили, что это все совпадение. Ты прислушивайся к Глафире Игоревне. Она девушка шустрая и везучая. Имел случай убедиться. Есть. Смотри, кто там. У-у-у! Эй, эй, тяги сюда! Тяги, давай, ровно, тянься! У-у-у! 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 Готовы? Пожалуйста. У-у-у-у! 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 Вкусная! Вкусная? Весело покатались всегда. Да. На те пойдем? Да, пошли. Не страшно? Нет. Она высокая. Смотри, Дементон! Фондеморт! Это Дементон! Держите, это ваше. Это Дементон! Фондеморт! Спасибо. Это Валдеморт! Посмотри, это Дементон! Что-то непонятное. Дементон, черт! Кто? Что-то проходит из нас. Дементон! Это Дементон! Простите! А вы не знаете, кто там граффити нарисовал? Ну, вдруг? Да какая ни разница, кто там что рисует? У меня здесь дел полно. Ну, вдруг? Там подпись есть Тед. Может быть, этот Тед где-то здесь живет? Не слышали о таком? Слышал, не слышал. Не в курсе я. А вас, простите, не Рустам Сабирович зовут? Откуда ты знаешь? Так мы с вами в марте встречались. Вы помните? Мы на дне работников ЖКХ даже. Грамоту на сцене получали. Ну, ты что, тоже дворник? Я уже нет. Раньше была. Не подскажете? Ладно, подскажу. Этот парень Тедс здесь живет. Студент. Хороший парень. Старших уважает, не мусорит. Ну, немножко того. Увлекается. То музыкой, то девочками. Вот теперь живописи увлекся на стены. Говорит, душу изливаю. Ну, а что, мне нравится. Посмотришь на это серое стено, а тут как портрет. Вы нас не познакомите? А вы его точно не сдадите? А сейчас говорят, за эти граффити наказывают. А парню надо доучиться. Если парень хороший, то не сдам, конечно. Ну что, Ремезов? Пляши, сработала наживка. Только что из областного ВД смогли. Че, наводчик объявился? Не угадал. Просят показать нунчайки, которые по сводкам проходили в связи с кражей. Че, неужели где-то еще объявились? Более чем. Я тебе информацию скинул. Ну, а если вкратце? Год назад на областной трассе орудовала банда. Останавливали мимо проезжающие фуры. Работали чисто, следов не оставляли. Лица были скрыты масками. Поймали? Да нет, конечно. Когда за них областные оперативники взялись всерьез, банда как будто в воздухе растворилась. Так, ну, раз такие организованные, это неудивительно. Да, ясно, что они залегли на дно и, вероятнее всего, рассредоточились. Жду, пока полиция другими делами займется. И ведь дождутся, сволочь. Так а нунчаки-то при чем? Зрежь в корень. Единственная достоверно известная информация о банде, то, что непокорных водителей они усмиряли нунчаками. За поликлиникой? Мой мастер-пес. А что, какого вышла? Кровь в жилах. А угрозы-то кому? Какие угрозы? Ну, как же там, вон из города, смерть. А, так это не мое. Как не твое? Короче, история такая. Я эту тему за больничкой давно приметил. Зачетное пространство. Явился с утра пораньше рейтинг навести. Там уже занято. Кем? Сунок какой-то, каракуля царапает. Я, понятно, взбесился. Заорал издалека, чтобы прекращал. А то получит. А он? Прикинь, брови не повел. Дописал. Посмотрел куда-то наверх. И ушел не спеша. Как будто меня и нет. А ты? Что я? Все равно решил самовыразиться. Посмотрел, что этот хейтер малолет не написал. Типа угроза кому. И не стал закрашивать. Подстроился. Зловещий такой апгрейд на велку той. Понравилось? Да, впечатлило. Текст выставить не стал. Все же идея не моя. Слушай, а ты не помнишь, как этот парнишка выглядел? Я разглядывал. Лет семнадцать. Хилый. Вот что точно знаю. Такие длинные банки, которыми он работал, только в ларьке у кафе Витти можно купить. Банки? Это в смысле баллончики с краской? Да. Глаз, смотри. Маме понравится? А-а-а! Значит, черное дерево, полированное с изображением дракон. Но это же... это же агейские. Да, и такие же описывают потерпевшие водители. Ну-ка подними сводку по краже. И глушилка. В каком смысле? Короче, областная банда останавливала фуры в безлюдных местах. И использовала GSM-глушилку, чтобы не дать им возможности связаться с полицией или с хозяинами груза. Помнишь, я все удивлялся, что у наших нетипичных домушников такой мощный прибор. Да уж, подавляли не только сигнал на охранный пульт, но вообще весь дом вырубали. Это чушь получается. Бандиты-дорожники осели в Тишилове и сменили специализацию. По крайней мере, кто-то из них. Я понимаю, покупателей много, но вдруг вспомните, такой длинноволосый паренек лет семнадцати. Аэрозоль у вас как раз покупал для граффити. Помню, Васька. Кто? Ну, Васька Тетеря. Он у меня постоянно отоваривается. То одно купит, то другое. А на прошлой неделе вдруг аэрозольюми заинтересовался. Я ему сразу сказал, товар так себе. Но Васька сказал, нормально. Тетеря. Его фамилия? И фамилия, и прозвища. Несчастный паренек. Похоже, совсем глухой. Он напротив Витязя работает. Со столов убирает. Спасибо. Девушка, стойте, нет его там. Почему? Ну, официанты из Витязи с утра приходили за сигаретами. Так сказали, Васька в больнице лежит. А что с ним? А я знаю. Может, купите у меня что-нибудь за полученную информацию? Давайте растворитель, краску смыть. Для ногтей? Для братьев. Простите, а Василий Тетерин в этой палате? К сыну сейчас нельзя. Почему? Ну, ему укол сделали. У него температура резко вверх скакнула. Врач нас с Ирочкой даже выгнал. Сказал, что Васеньке покой нужен. А вы кто? Мне в кафе сказали, что Вася в больнице. А, вас с работы прислали, да? Да. Вот же ж люди. Беспокоятся. А что с ним? Да, я и... Ты ж не знаю, как это называется. Раньше это лихорадкой нервной завалось. А врачи всю инфекцию какую-то искали. А вот только вчера, наконец-таки, мы вызвали невролога. А Ирочка так сразу и говорила, что это все от нервов. Верно, Ириша? Ой, он такой у меня хрупкий. Впечатлительный. Понятно же. Все это из-за этого убийства. И слег. Из-за какого убийства, простите? Да какого убийства? Врача Агеева. Ну что вы, не слышали? Врачи в новостях говорили. А Васенька у этого врача в детстве лечился. Кирилл Романович, ну пожалуйста, у Васеньки с каждым днем все хуже и хуже с ушками. Он меня даже с трех шагов уже не слышит. Ну пожалуйста, ну дайте направление в областной центр. Ну пусть нас нормально обследуют. Простите, а вы где трудитесь? Я? На хлебозаводе. Угу. Тогда объясните мне, почему работница хлебозавода диктует мне, дипломированному врачу, как мне лечить пациента? Я же не вмешиваюсь в рецепты ваших булок. Ну, а вот ваши препараты, они вообще не помогают. Как же нам быть? Помогут. Очевидно, что мальчик манипулирует вами. Придуривается. А, на самом деле, легкое осложнение после простуды. А потом, уже поздно было обследоваться. Вася слух потерял. Пришлось в спецшколу идти. Ну, со всеми вытекающими последствиями. А как же Агеев? Ему за это ничего не было? Как обычно. Отписался, отговорился. Нас еще виноватыми выставил. Вася его ненавидел, да? Угу. Все время зла ему желал. Знаете, даже смерть. Как узнали, что его убили, так разнервничался температурс, как новый. Ой, Господи, такой бред стал нести, что это он его убил. Понимаете? Бедный мальчик. Васяна мама думает, что сын заболел от известия о смерти Агеева. Но она же не знает, что совсем недавно он писал угрозу под его окном. Может, все вообще наоборот было? Вася угрожал, как умел. Потом что-то случилось, я не знаю, нашло какое-то затмение. Взял, убил. Потом, когда осознал всю свою вину, разболелся. Лаш, я вами восхищаюсь. Вы прямо докрутили версию с граффити. Жалко, что в конце зеро. Да почему зеро-то? Да потому что не подходит ваш паренек на роль убийцы. Нет, я понимаю, но он вполне мог и с квартирными ворами связаться. Он же не олейник. Вряд ли наши домушники взяли бы Васю к тебе. Хорошо, тогда как все объяснить? Как мама Васе все объяснила? Нездорового мальчика впечатлило то, что его угрозы воплотились в жизнь. Он подхватил нервную горячку и сам подумал, что убил. Вот и все. Лаш, не вешайте нос. Не все версии работают. Да я понимаю. Так, мне нужно бежать. Мы с Буяновым, кажется, напали на след наших домушников. Ту-ту-ту, чтобы не сглазить. Так что, сейчас будем думать, как их ловить. Здорово. 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 В общем, никчемный я детектив, Ань. Я ведь и правда пыталась ему помочь, понимаешь? Ну и сама хотела. Ничего не получилось, как обычно. Ой, Глаша, ты знаешь, что самое главное не расстраивайся. Ты займись своим внешним видом. Смени там гардероб, прическу. Между прочим, такие мужчины, как Денис, очень сильно замечают такие вещи. Ань, а ты понимаешь, что у меня здесь форма? И как я, по-твоему, причешусь по-новому? Чем тебе моя прическа не нравится? Ладно, все, я на работе, давай. Ладно, давай. Пока-пока, целую. Ой, Глашка. Извините, пожалуйста. Ой, здрасте. Что-то с Васей случилось? Нет, ему укол сделали, он пока будет спать. Я к вам поговорить пришла, можно? Да, конечно. А сейчас я только напарника позову, подменюсь, ладно? Калита! Как же ты меня нашла? Я знала, что вы из полиции. Я просто приходила сюда неделю назад, во внутрь не зашла, передумала. Видела вас в окошке. И вчера еще в поликлинике сразу вас узнала. Что ты хочешь мне рассказать? Понимаете, мы с Тетеринами на одной площадке живем, с соседей, с детства тусим. И мне вчера показалось, что вы Васю подозреваете, что он Агеева убил. Я же даже ничего не знаю. Это не он. Вы просто Васю не знаете. Он иногда бывает крэйзи, но он добрый, он не сможет никого убить. Я верю. А зачем ты, зачем ты в полицию приходила? Посоветоваться. О чем? Мы с Васей дружим. И иногда он мне рассказывает даже то, что от мамы скрывают. И когда он так сильно заболел... Ты это с чем-то связала? Да. Я подумала, что он мог узнать что-то секретное или увидеть. Чего такое он мог увидеть? Мог, потому что в последнее время он работал шпионом. Кем? Шпионом. Понимаете, он плохо слышит, но хорошо читает по губам. А недавно его нанял один человек. Вот только счет пересчитайте, ладно, когда принесут. Почему? Ну, там официант с Мишей Барменом разговаривают. Как лучше обсчитать советуются. А это нехорошо. Откуда ты знаешь, ты все время тут был? По губам. Не понял. Я же слабослышащий. По губам читаю. Подожди. Можешь сказать, о чем он-то троица за столом разговаривает? На веранде. Про женщин. Всякое, какая лучше. Хорошо. Они там каждый вечер почти сидят. Дружат, наверное. Серьезно? Так не забудьте про счет. Поливать на счет. Заработать хочешь? Но, на самом деле, деньги нужны. А что делать? Несколько дней послушаешь, о чем этот троица беседует. Затем позвонишь мне. Прости. Напишешь отчет. Вот на этот телефон. У тебя мобильник есть? Свобственный. Отлично. Напишешь, о чем они там разговаривают. Вы сыщик, да? Сыщик. Только об этом не надо никому говорить. Понял? И Вася стал слетить. Да, представляете, те парни за столиком оказались настоящими преступниками. Они не только о женщинах, они говорили о каких-то квартирных кражах, что кто-то следующий и всякое такое. Кражи. Ты ничего не путаешь, точно? Нет. Вася говорил, что он напишет тому мужчине об этом, ну, который деньги давал. Написал? Понятия не имею. Мы с ним не виделись, потом Васька заболел. Возможно, из-за этих шпионских штук. Или из-за того, что врача этого замочили. Может быть, это как-то связано, как думаешь? Не знаю. Вася сейчас ничего не может объяснить. И телефон у него куда-то пропал. О, Виктор Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуй, Валера. Как жизнь? Ну, что, со смены иду. А вы как тут? Дела в Тишилове. Да, я думаю, заеду, проведаю, как тут мои ребятишки поживают. Работаешь? Да, заправщиком. Живу тихо, никуда не лезу. А друзья твои, Дэн с Чумазом, вроде тоже как здесь обитают. Да, тоже здесь. Ты тоже законопослушный и трудящийся. Наверное. Честно говоря, не знаю. Не вижу их. Вы же приказали не контактировать. Вот мы и разбежались. Правильно. Осторожность превыше всего. А какое правило без исключений, верно? Как всегда, правы. По случаю приезда можно бы и повидаться. Поехали, дело есть. Теперь все сходится. Получается, Вася следил за ворами и, наверное, услышал, что они убили Агеева. Ну, вот он это и связал и заболел. Ну, Глафира. Теперь понял, какая она у нас везучая? Кафе Витязь, это уже кое-что. Да, только я не понимаю, кто тут человек, который Васю нанял? Да не суть важно. Может быть, кто-то из потерпевших в агентство обратился. А может, у них там какие-то свои разборки. Надо только выяснить, на какой телефон парнишка сообщение отправил. Надо, но потом. И, скорее всего, номер будет одноразовым. Сейчас гораздо важнее то, что наши домушники завсегдатые кафе Витязь. Че, планируем задержание? Да, вряд ли они после убийства там свои посиделки продолжат. Однако медлить нельзя. Так, дуй в Витязь, допроси персонал, возможно, они запомнили парней. Вдруг удастся выяснить личности. А я пойду договорюсь насчет группы захвата. Да, Глаша. Спасибо. Эй, у вас сегодня какая-то невероятная прическа. До встречи. Извините. Спасибо. Надо маникюр сделать. Анечке от любящего Толика. Какой-то размазня, слушай, этот Толик. Цацкий с надписями выкини. Запалят. Слушай, с мокрухой не спалили, тут точно не спалят. Ничего. Богатых хат в стране хватает. Согласен. Схема проверена, везде не пропадем. Слушай, а если Валерик не поедет? Бабке понадобится, поедет. На новую заправку устроятся. Нам без наводчика никак. Привет, пацаны. Здорово. Шеф приехал. По делу. Приветствую, дети мои. С приездом, шеф. С приездом, шеф. Как жизнь? Без делу не скучаете? Да нет, что вы. На стройке работаем. Вот, на недельку в отпуск собрались. О, ну, юга, наверное. Ага. Да? А ну, какие шефи. Может, на эти? А? А что там мы замолчали? Ответить нечего? Ответить придется. Перед всеми. Ребят! Помни, парней, один реже заходил, а двое, которые по мордасти, они тут почти каждый день зависали. Приблизительно можете вспомнить, как они друг к другу обращались? Имена, клички? Нет. У нас в веранду другой официант обслуживает, но он сейчас уехал. Хорошо. Фоторобот сможем составить? Попробую. Ну, вообще, парни как парни. Такие. Спортивные. А эти ваши спортивные парни, они чем расплачивались? Наличкой? Картой? Да кто их знает? Говорю, не я же обслуживал. Точно. Картой. Они же у меня алкоголь брали. Один такой бородатый, он последний раз брал кровавую мэри. А вспомнить конкретный день недели, время, можете? Зачем? Для того, чтобы поднять фискальные данные, понять, кто владелец карты, как зовут, где найти адрес. А, так вам адрес нужен? Так вы леску спросите с кухни, она каждый раз с ними уходит. Да, точно. Парни, чего же мне раньше-то не сказали? Алексей Трофимович, готовьте группу захвата. Адрес сейчас будет. Было сказано, что пока менты не успокоятся, залечь на дно и никакой самодеятельности. А вы, недоумки, чего устроили? Чуть всю нашу семью под монастырь не подвели. Планы наши не перечеркнули. Шеф. Спасибо, доктор. Авторитет местный. Приятель мой, пересекались раньше. Связался со мной, спросил. Не мои ли ребятишки озаруют? Оказалось, мои. Виктор Евгеньевич, пожалей, правда, бес попутал. Городок зажиточный. Клиенты так лесут в глаза. Да и глушилка без дела ржавеет. Виктор Евгеньевич, мамой клянемся. Больше такого не повторится. Мне тоже очень жаль. Но доктора Тишиловского надо уважить. Афартовых местных, которых вы куска лишили. Наша семья – хорошая наука. Чтоб другим неповадно было. Лицо унисти, сказал, нельзя! Парни, а че такие грустные? Вот что значит, вовремя добавили твои нунчаки в полицейскую сводку. Класс! Да мы с Чумазом вообще завязывать думали. Это Валерик нас на краже соблазнил. Сафронов был наводчиком. Да, Валера и раньше, когда на трассе работали, наводил. Шехову на АЗС пристроил. Ну и в Тишилове на АЗС пошел. Та, что на выезде из города. То есть, вы планировали продолжать? Нет. Нет, сначала нет. Но здешних жителей прям традиция. На дорожку только там заправляются, потому что пенсин дешевле. Ну, Валера искумекал, присматривал тачки, там, где пассажиров и вещей под завязку. Стопудово на отдых всей семьей собрались. И Валера фиксировал номера машин? Фоткал, а потом нам кидал. Мы с Чумазым местными базами запаслись. По машинам адрес хозяина определить несложно. Потом денек в квартире присматривались, вдруг кто не уехал. Потом ночью сигнализации глушили и влезали. Через окно. А чего замками колготятся? Чумазый умелец ему стеклопакет открыть-закрыть, как было. Дело плевое. Да и я не промах высотником работал. Пока хозяева не приехали, никакого шухера. Короче, схема идеальная была. А чего же вы тогда крутые такие на Агееве прокололись, а? На убийство пошли? Да другая история. Мы с Чумазым этому охвыря не убивали. Даже квартиру обносить его не собирались. То есть? Да чертовщина какая-то, непонятно. Короче, сидим в кафе. Видим, пацан шерстит, так и зыркает на нас. Но явно неспроста шпионит. Ну и решили тряхнуть гаденыша. Вычертила колись. Зачем следил за нами? Вы что, граждане товарищи, я не следил, я просто так смотрел. Зачем? Интересно. Я тебе сейчас покажу интересный. Погоди, Чумазый, отберите у него мобилу. Убери руку. Так-так, а наш сопляк не так прост. Час назад СМС-ку кому-то кинул, сообщил, что мы трое квартиры обносим. Чего? А завтра на солнечном кражу планируем. Ты че, щенок? Ты че, пожалеешь, что на свет родился? Рассказывай, кого он нас заложил? Не верьте. Мне больно. Я ничего не знаю. Говори, чей номер? Быстро. Он мне сказал, как кого зовут. Все ясно, братва. Все он знает. Но не переживай, сейчас мы тебя наизнанку вывернем. Зачем его выворачивать? Я-то вчера видел к нему девочка заходила, красивая. Ирочка, да? Вот ее, пацаны, и выверните, если они скажут. Не надо Ирочку. Пожалуйста. Ну что, вспомнил этот твой хозяин? У меня доктор, наверное. Доктор? Говори настоящее имя. Агеев Кирилл Романович. Смотри, щенок, читай по губам. Это между нами. Ирочка. Почему вы поверили словам Тетерина об Агееве? Так, доктор же. Мы с ребятами слышали местный авторитет, тут кличка доктор у него. Залетных на своей территории не жалует. Ну и это, опасались, в общем, даже больше, чем шефа. Так а зачем вы к нему в хату полезли, если опасались? Непонятки начались, когда про этого Агеева разузнали. Чудак реально доктором шустрит. Подкараули, посмотрели, на Блатнова не похож. Совсем прибалдели. Подумали, что, еще одна шестерка, что ли? И решили сами прояснить ситуацию. Ну, как водится. Залететь на хату и тряхануть хорошенечко. И как раз ну, чайки пригодились. Ага. Прикиньте ситуацию. Пришли разборку устроить, а клет готовенький лежит. Да еще идиоты умудрились в крови измазаться, так что пришлось отмываться и следы заметать. Тогда, ну, чайки и забыли, да? Ну, да, повесили, чтобы не мешались. И у Дэна чумазом от этой ситуации вообще крышу снесло. Нет мне сообщить сразу вам о Кроке. Так нет, в партизанов давай играть. И вообще валить отсюда надумали. Не успели. Товарищ следователь, я прошу, кстати, обратить особое внимание на то, что меня в квартире у Агеева не было. Кстати, на других хатах тоже. Ну, понятно. То, что наводчиком работали, вероятность чувства социальной несправедливости. Естественно. Доброе утро, Глаша. Доброе утро. Как дела? Да вот только что с Буяновым от следователя. Все в полном ажуре. И закрутилась машина правосудия. Хорошо. Я пришел в дежурку за неоценимую помощь следствия. Да зачем? Я же вообще ничем особо не помогла. Не нужно скромничать, Глаша. Поймали целую банду и все благодаря вашему упорству. А что там с убийцами, говорят, они не сознаются? Ну, поработаем этим отморозком. Что нужно? Срок скостить. Ну, вполне будут путать следы. Но ничего. Ладно. Пойду. Денис, спасибо большое за букет еще раз. Мне никто никогда не дарил таких. Ну, я рад. А, кстати, что вы делаете после дежурства? Может быть, по мороженому? А сегодня я с Пашковой встречаюсь. Она ко мне приходит. И как-то переносить неудобно. Я вроде как сама пригласила. Поговорить с ней хотела. Ну, ничего. Значит, мороженое переносится? Угу. Какой маникюр? Вам к лицу. Я так рада, что вы помирились. Временное перемирие заключили. Нам с Катей надо еще Виктора на ногу поставить. Вы, Вите, явное улучшение сказали. Отлично. Потому что раньше надо было схему лечения менять. Ну, что мы все про нас да про нас. Ты-то как? Удалось найти, для кого у тебя страшные надписи были предназначены? Да. Нашла. Доктору вашему Агееву. Вот тяна. Это, которого зарезали? Да. Только вот мальчик, который их писал, он не убивал. Он и сам пострадал от Агеева. Тот его лечил неправильно. Поэтому я вас хотела спросить, вы знали этого Агеева? Что это был за человек? Дрянин человек. Никто в клинике его не любил. Почему? Ну, потому что слишком высокого мнения о себе. А сам плевать на всех хотел. Что на сотрудников, что на детишек, пациентов. Вот помню, зимой как-то мальчик пропал. Как раз у Агеевского кабинета. Так, дедушка, которого привел, с ума не сошел. Потом мать прибежала, ревела. Страшно было на нее смотреть. Агеев, доктор детский, даже не пожалел. Сказал, сами виноваты, следить надо было. Ну, разве можно было так? А куда мальчик пропал, я не поняла? Какие-то семейные разборки. Ну, вроде потом все уладилось или нет. Я точно не помню. Софья Лукинична, может, вспомните хотя бы фамилию этого мальчика? Петя Явлашев. Я в новостях читала. Ну, что, как, извини? Явлашев? А я где-то слышала. Это еще так поздно, дочь. Да я на пять минут всего. До вас вообще не дозвониться, мне надо кое-что узнать срочно. Близнецов укладывали, еле угомонились. Жанна, мы телефон отключили, ты в дверь трезвозишь. Слушай, помнишь, ты мне на новоселье рассказывала что-то про Явлашевых и про украденных детей? Можешь подробнее рассказать? Ты что, рехнулась? Сейчас, среди ночи. Слушай, либо ты сейчас расскажешь, либо завтра пойдешь в полицию давать официальные показания. Не, ну а я-то здесь при чем? Слушай, Жанночка, дочь, Люська Явлашина это мама мальчика Пети. Она работает, Жанночка, в одном салоне, в маникюршке работает, да? Так, мне нужно, мне нужно, чтобы вы мне все рассказали про Явлашевых. Что там у них случилось? Ой, господи, ты мертвого достанешь. Иди сюда. Короче, Люська вышла замуж за крутого. Родила сына, Петю, четыре года. Потом они, естественно, развелись. Но Люська с самого начала боялась, что муж у нее ребенка выкрадет. Поэтому одного его никогда не оставляла. Когда ходила на работу, она просила своего отца, отставника, чтобы он с парнем посидел. А этой зимой дед повел мальчика к врачу на осмотр, а отец его прямо из поликлиники и выкрал. И Люська теперь бегает по всем инстанциям и не знает, как ребенка вернуть. Почему не знает? А это ты у себя в полиции спроси. Они говорят, нет такого закона, чтобы родного отца считать похитителем. Жанночка, это не совсем так. Они не могут понять, с кем ребенку будет лучше жить. Вот. И у органов опеки там много вопросов к Люське. Там, в общем, появились какие-то свидетельские показания или какие-то факты, что Люська, что она то ли злоупотребляет, то ли она какая-то неадекватная. Но она действительно, на нее страшно смотреть. Она ходит, как помешанная. То есть, получается, что Петя украл родной отец, а не Агеев. Какой Агеев? В смысле, какой? Лора из поликлиники. Господи, ему-то на кой? Ну да, на кой? Нет, Анют, мне все равно кажется, что мы что-то упустили. Иначе не объяснить смерть Агеева. Глаша, я тебя сейчас не про работу спрашиваю. Как у тебя дела с Денисом? С Денисом тоже все нормально. Правда, мы после того раза больше не общались. Ну, мне кажется, потому что у него работы много. На мороженое больше не звал. Странно как-то. И плохо, между прочим. Надо, значит, стимулировать его интерес. Понятно? А давай заставим его ревновать. У тебя есть кто-нибудь на примете подходящий? Это очень дурацкая идея. Я этого делать не умею, не хочу и... Я не буду это делать. Короче, мне на работу пора. Глаша, знаешь что? Слушай меня. Я в этом вообще-то поболее разбираюсь. С прической прокатила, значит, и здесь работает. Все, иди, потом поговорим. Не умею, не умею. Не умею. Милый! Да, зайка? А за что ты меня полюбил? Наверное, когда в третьем классе у тебя зуб выпал. Свободен. Я понял. щобblicа будет drank зубы подошел이. Я, ему number Fi и купил. Поехали? Вот. Я зубы подошел? Поехали. Кто ею мысль? Что ты владеешь? то я буква anchor в игре, не 역idir 먹을 нет, следующий человека, 宏- bloom. Второй комфортаж. А, ну, значит, вот так ты обо мне думаешь. Ну, хорошо, я буду знать, спасибо. Да, нет, нет, я теперь тоже ни в чем не уверен. Угу. Что, я не по-служебному говорю. Зай, повиси секунду. Дежурная часть слушает. Секунду. Выезд. Парковая, 16. Взрыв в частном доме. Да. Пострадавший олейник Семен Викторович. Олейник? Олейник, да. Да, принято. Мы с мужем собирались на работу в клинику. Я уже вышла в прихожую. Он открыл сеть, достать документы. В этот момент в окно что-то влетело. Если бы не эта дверца, его бы просто убило. И как вам кажется, кто бы мог побросить взрывное устройство? Конкуренток тоже еще. А других недоброжелателей у мужа не было? Что бы бросали гранаты. Я вас умоляю. Скажите, я ответила на все ваши вопросы? Мне просто надо прийти в себя. Да, конечно. Конечно. Да, конечно. Денис! Да, Глаш. Ну, что там с олейниками? Ну, муж в реанимации. Жена кивает на бизнес. Но никаких конкретных имен она назвать не может. А вы? Я сильно сомневаюсь. Ну, какие в нашем Тишилове бои в сфере пластической хирургии? Ну, это же смешно. Мы же не Москва. А еще нас с криминалистом очень смущает сама конструкция взрывного устройства. Вроде все по уму, но если бы это были бизнес-партнеры, ну, они расщедрились бы на запчасти и получше. В общем, глухарем пахнет. Денис, вы же не забыли, что Клара Олейник была любовницей Агеева? Черт возьми. Я сейчас. Клара, Клара, мне нужно с вами поговорить. Девушка, все потом, я спешу. Только один вопрос. Вы действительно думаете, что взрывное устройство бросили конкуренты? В чем дело? А сегодня, спустя всего пару дней, произошло покушение на вашего мужа. Вы думаете, это совпадение? Вы уверены, что не будет новых покушений? Давайте присядем. Давайте. В прошлый раз я вам сказала, что мой муж взял на работу Агеева, потому что он не ревнив. Это не так. Это была сделка. Сделка? Когда я поняла, что Кирилл решил приударить за мной ради должности в клинике, я рассказала обо всем мужу, мы посмеялись и забыли. А через пару месяцев Олейник попросил меня найти Агеева и пригласить на беседу. Зачем? Он сказал, что хочет предложить ему место. Дескать, нам срочно нужен новый лор. Я, конечно, очень удивилась, потому что Кирилл, честно говоря, не врач от Бога, да еще с непрофильной практикой. И я решила подслушать разговор. И что? Олейник предлагал сначала полставки, в дальнейшем полную ставку. Если Агеев поможет Явлашеву забрать у бывшей жены сын. Как Агеев мог помочь? Олейник выяснил, что сын Явлашева, Петя, прикреплен ко второй детской поликлинике. Мальчик болезненный, часто простужается. И ведет его лор Агеев. И что? Агееву нужно было дождаться, пока мальчика запишут на прием, и сигнализировать Явлашеву старшему. Ну, а потом сделать так, чтобы мальчик оказался в коридоре отдела. Доктор, вы меня в конец запутали. Дочка сказала, только Петю привезти показать и витамины. Именно. Но осмотр выявил, что мальчик нуждается в комплексе процедур. Их делают в соседней поликлинике. Поэтому я прошу вас сходить к педиатру и взять визу на направление. И поставьте печать в регистратуре. Что непонятного. Уважаемый, у меня очередь. Ага. И побыстрее, а то все уйдут на обед. Да-да, сейчас. Петенька, ты посиди здесь пока. Я быстро. Хорошо? С чего такие новшества? Ну, где там твой дедушка? Пойдем поищем. Петя, привет. Петя, привет. Папа, привет. Я только не понимаю, как ваш муж, такой большой уважаемый человек, медик, согласился участвовать в таком деле. Явлашев был не только его приятелем и компаньоном, он был его кредитором. Алейник не рассчитал траты при открытии клиники и был в серьезной финансовой зависимости. Отказаться он не мог, а участвовать сам не хотел. И пригласил Агеева. Получается, что смерть Агеева и взрыв в квартире Алейника – это звенья одной цепи. И все это месть за историю с похищением Пети Ивлашева, но кто мститель? Мне рассказывали, что мама Пети Ивлашева, Людмила Ивлашева, не совсем нормальная. Опека даже против нее какое-то заключение вынесла. Вряд ли. Неадекватная женщина, да, она может ударить ножом, но сделать взрывное устройство? Вряд ли. Может быть, я что-нибудь посерьезнее скажу? Нет. Договорились на мороженое? Значит, мороженое. Тем более с орехами – моя любимая. Что? Зуб? Нет, просто людинка попала. А, то уж я подумал с вашей везучестью. Реально зуб? Нет. Еще мне рассказали, что дедушка Пети – отставник. То есть отставной военный. Ну, подожди. Ну да, а почему мы действительно решили, что если дедушка, то сразу дряхлый старец? Пете всего четыре года. Дедушка вообще может быть молодой. Ну и тогда все сходится. Армейский нож, взрывное устройство. Но кто тогда следующий? Зять? Ну, насколько я помню, отец Пети вместе с сыном, они сейчас далеко. А вот и нет. Я узнавала, что прямо сейчас проходит разбирательство в суде, кому достанется Петя. Значит, отец должен приехать. Когда следующее заседание? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Вы поймите, гражданин следователь, не мог я иначе поступить. Когда Петенку выкрали, моя жизнь в ад превратилась. И на суде все против нас. И Люся днями убивается. До предела дошло. Стало меня обвинять, что я виноват, что Петенку украли. Дальше больше выгнало меня. Сказало, видеть больше не желает. Я и сам не могу понять, как, как такое случилось? Как я, тертый калач, кадровый военный, не смог собственного внука защитить? Он стал анализировать. И вспомнил. Вспомнил. Как этот чертов докторишка Агеев странно вел себя на приеме. Как педиатр. Удивился, когда я у него потребовал визу на направление. Как в регистратуре не хотели печать ставить. И соседка еще подбавила. Кто это, говорит, процедуры без анализов назначает? Ну, помоучился я. И решил сам правду знать. Каким образом? Прямым. Узнал в адрес Агеева и явился к нему домой. Я насчет Питя. А, ну, подходите. Надумали, значит. В смысле? Ну, в смысле денег. Я и так уже в городе из-за вашей семьи задержался. Вот, пускути не могу. Сумма, конечно, немалая, но скинуть не могу. Никто, кроме меня, вашего внука от армии не отмажет. Ах, тварь. Ведь что самое поразительное? Агеев меня не узнал. У нас с дочкой жизнь наперекосяк. А этот урод забыл уже. В голове помутилось, прижал под лица к стенке, нож в горло приставил. Нож всегда со мной был, с тех пор, как я Петеньку охранял. И вытряс все, кто в заговоре участвовал. И убили. Да. Да. Понял, что другой справедливости не будет. Ну и потом занялись этим олейником. Агеев сказал, что олейник не только его втянул. Он еще нашел лжесвидетелей, которые опеку против Люси настроили. А сам в сторонке, в белом халатике. Ну ничего. Получил свое. Я ведь тоже не только гранаты метать умею, но и делать кое-что, если понадобится. Главное, надо было подловить момент, когда он один в комнате был. Ну а почему так сложно все? Уже есть наградной пистолет. Да, есть у меня. Есть наградной пистолет. А я патрон. Патроны берет для бывшего зятюшки, который весь этот ад и сотворил. Вася, привет. Меня Глаша зовут. Можно? Садитесь. Я вас знаю. Ирочка рассказывала. Вы хорошая. Спасибо. Я очень рада, что ты выздоравливаешь. Вася, я хотела вам кое-что рассказать. Да, Вась? Только вы почетче говорите, о том пока не очень. Я слушаю. Я про доктора. Я подставлять не хотел Адеева. Меня бандиты спрашивали, кто главный. А я не знаю кто. Потом вспомнил, они говорили, они доктора боятся какого-то. Бандиты? Да, за стольком говорили. Я им сказал, доктор, а имя спрашивают. И говорят, Ирочке будет плохо. И ты назвала Агеева? Ну, он же плохой доктор. Я подумал, пусть ему будет плохо. А потом пожалел его. Сразу хотел к вам в полицию пойти. Испугался. Арестуют. А как тогда мама? Почему арестуют-то? Почему арестуют-то? Я плохо сделал. Значит, преступник. Потом подумал. Придумал предупредить. Агеева? Да. Потом вспомнил. У него стена под окном. Там, где он работает. Купил баллончик. И предупредил. А он не понял. Понимаешь, там после тебя еще один художник побывал. Мы вообще-то твои предупреждения из-за угрозы приняли. Все равно я виноват. Ты ни в чем-то не виноват. Я тебе потом все расскажу. Да. Ирочка абсолютно права. Ты ни в чем не виноват. Агеев погиб только по своей вине. Честное слово. Вы уж извините, Глаша. Только сегодня удалось вырваться. Не дают нам с вами пообщаться. И как там? Ну, дело о грабеже объединено с делом о кражах на дороге. Теперь все это пойдет в суд. А Петя Ивлашев? Ну, вероятнее всего, вернется к матери. Ну, после открывшихся обстоятельств. Деда его жалко. Да. Да. Но следователь сказал, что у него в анамнезе боевая контузия. Поэтому он может рассчитывать на смягчение приговора. Повезло. Как сказать. Знаете, Глаша, вот вы... очень везучая девушка. Вам бы работать счастливым талисманом. Та и такая. Скажите, а это работает в частной жизни? Счастливый талисман. Ну, это может помочь, например, мне. У меня тогда к вам просьба. Я так понял, что у вашей подруги Анны у нее какие-то проблемы с мужем. Честно говоря, она произвела на меня очень большое впечатление. И раз все дела закрыты, может быть, вы могли бы нас с ней познакомить поближе. Денис, у вас неверная информация. У Ани очень крепкая семья. А, даже так? Мне жаль. Вы знаете, у меня сегодня ночное дежурство. Я, пожалуй, пойду. Я... Я забыла про это. Простите. Доченька, а куда мне в полицию обратиться? У меня беда. А вы проходите, я сейчас покажу вам. Спасибо. А что у вас случилось? Вы знаете, где вы плачете? Хорошо будет. Субтитры создавал DimaTorzok